По-видимому, мирные методы борьбы шли только на пользу трамвайным магнатам. Страсти быстро разгорались, и бастующие начали нападать на вагоны, набрасываться на штрейкбрехеров, затевать побоище с полицией и разбирать рельсы. Наконец, стали даже раздаваться выстрелы. Уличные бои участились, и город был наводнен полицией. Герцвуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих. «Выводите вагон!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой. Кондуктор, такой же новичок, как и Герцвуд, вскочил на заднюю площадку и дал два звонка, сигнал к отправлению. Герцвуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись два дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герцвуда. У дверей депо раздался звук гонга. Кондуктор снова дал два звонка, и Герцвуд повернул рукоятку. Полицейские спокойно осматривались вокруг. «Здорово морозит сегодня!» — пробосил полисмен, стоявший по левую руку у Герцвуда. «Хватит с меня и вчерашнего», — угрюм отозвался второй. «Не хотелось бы мне иметь такую работу постоянно». «Мне тоже». Ни тот, ни другой не обращали ни малейшего внимания на Герцвуда, который стоял на холодном ветру, пронизывавшем его насквозь, и вспоминал последние наставления мастера. «Ведите вагон ровным ходом», — сказал тот. «Ни в коем случае не останавливайтесь, если человек, который просит взять его, не похож на настоящего пассажира. А главное, не останавливайтесь там, где толпа». Полицейские немного помолчали, потом один из них заметил. «Наверное, последний вагон прошел благополучно. Его нигде не видать». «А кто из наших был там?» — спросил второй полисмен, подразумевая своих товарищей, приставленных для охраны вагона вожатого. «Шефер и Райан». Снова выдворилось молчание. Вагон ровно катился по рельсам. Эта часть города была еще мало заселена, и Герцвуду попадалось немного встречных. Если бы не такой сильный ветер, пожалуй, не на что было бы и жаловаться. Но его благодушному настроению пришел конец, когда доехали до поворота, которого Герцвуд заранее не заметил. Он тотчас выключил ток и сильно налег на тормоз, но все же опоздал, и поворот получился неестественно быстрым. Герцвуд был взволнован и хотел было сказать что-нибудь в свое оправдание, но воздержался. «Надо быть поосторожнее с этими штуками», — с нисходительным тоном произнес полисмен, стоявший слева. «Правильно», — стыдясь за себя, согласился Герцвуд. «На этой линии много таких крутых поворотов», — ставил полисмен, стоявший справа. За углом начинался более людный район. Сперва показались один или два пешехода. Потом из ворот вышел мальчик с бидоном молока. Он-то и послал вдогонку Герцвуду первый нелестный эпитет «Скэб!», — крикнул он, «Скэб!». Герцвуд слышал, конечно, это приветствие, но постарался пропустить его мимо ушей и даже не думать о нем. Он знал, что еще неоднократно услышит это слово, а, возможно, и что-нибудь похуже. Несколько поодаль, на перекрестке, стоял человек, который, увидев трамвай, замахал, требуя, чтобы он остановился. «Не обращайте на него внимания», — посоветовал один из полисменов. «Он что-то замышляет». Герцвуд послушался и, достигнув перекрестка, убедился, насколько прав был полисмен. Едва человек понял, что Герцвуд хочет проехать мимо, он потряс кулаком и завопил. «Ах ты, подлый трус!» Группа людей, стоявших на углу, не приминула послать вслед вагону несколько сочных ругательств. Герцвуд слегка нахмурился. Действительность оказывалась значительно хуже, чем он вначале предполагал. Когда они проехали еще три или четыре квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. «А-а-а, они уже успели тут поработать», — заметил один из полицейских. «Пожалуй, у нас с ними будет крупный разговор», — сказал другой. Герцвуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих. «Сойди с вагона, приятель!» — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно. «И ты же не станешь отнимать хлеб у голодных!» Герцвуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел. «Выключи мотор!» — заорал один из полисменов, высовываясь с площадки вагона. «Назад! Прочь с дороги! Не мешайте человеку делать свое дело!» «Послушай, приятель!» — сказал тот, который возглавлял бастующих, не обращая ни малейшего внимания на полицейского и разговаривая только с Герцвудом. «Мы все такие же рабочие, как и ты. Будь ты настоящим вагоновожатым, и с тобой обращались бы как с нами, тебе тоже, полагаю, было бы обидно, если бы кто-то занял твое место, не так ли? И ты бы не хотел, чтобы кто-то лишал тебя возможности добиваться своих прав, верно, друг? «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!» Он соскочил с площадки и, став перед толпой, стал оттеснять ее от трамвайного полотна. Второй полисмен в то же мгновение очутился рядом с ним. «Назад! Назад!» — кричали оба. «Отойдите! Довольно дурить! Прочь отсюда!» — говорят вам. Казалось, что это гудит и волнуется маленький улей. «Нечего меня толкать!» — возмущенно крикнул один из бастующих. «Я ничего дурного не делаю!» «Пошел прочь отсюда!» — взревел полисмен, размахивая дубинкой. «Прочь! Не то я тебе сейчас по башке прочь говорю!» «К черту!» — крикнул другой бастующий и силой оттолкнул полисмена, сопровождая все это крепкой бранью. «Трах!» — дубинка полисмена опустилась на голову рабочего. Тот часто-часто замигал, покачнулся, вскинул руки вверх и, зашатавшись, отступил. В ответ на это чей-то кулак мгновенно обрушился на затылок полицейского. Взбешенный полисмен ринулся в самую гущу толпы, яростно нанося направо и налево удары дубинкой. Ему умело помогал его собрат, который при этом поливал разъяренную толпу отборной бранью. Серьезных повреждений никто не получил, так как бастующие с изумительной ловкостью увертывались от ударов. И теперь, столпившись на тротуаре, они осыпали полисменов бранью и насмешками. — А где же кондуктор? — крикнул один из полицейских. Оглянувшись, он увидел, что тот, нервничая, стоит рядом с Герствудом. Герствуд, не столько испуганный, сколько пораженный, наблюдал за разыгравшейся на его глазах сценой. — Почему вы не сходите и не убираете камней из пути? — крикнул полицейский. — Уснули там, что ли? Собираетесь весь день простоять тут? Живо слезайте. Тяжело дыша от волнения, Герствуд соскочил на землю вместе с нервным кондуктором, хотя полисмены звали только последнего. — Смотрите, поторапливайтесь, — сказал полисмен. Несмотря на холод, полисменам было очень жарко. Вид у них был свирепый. Герствуд приступил к делу. Вместе с кондуктором он убирал с пути булыжник за булыжником, согреваясь работой. — Ах ты, скеп, проклятый! — кричала толпа. — Трус подлый! Красть у людей работу? На это вы годитесь! Грабить бедняка, мошенники этки! Мы еще доберемся до вас, подождите! Эти возгласы неслись со всех сторон. Каждое замечание сопровождалось аккомпанементом брани и проклятий. — Ладно, работайте, мерзавцы! — грубо крикнул кто-то. — Делайте свое подлое дело! Из-за вас, кровопиец, и душат бедняка! — Чтоб вы подохли голодной смертью! — крикнула какая-то старая ирландка, открывая окошко и высовываясь на улицу. — И ты тоже, гад! — добавила она по адресу одного из полисменов. — Подлый убийца! Я тебе покажу бить моего сына дубинкой по голове! Гнусный, кровожадный дьявол! Ах ты! Полисмен сделал вид, будто ничего не слышит, и только пробормотал про себя. Пошла ты к черту, старая ведьма! Камни были, наконец, убраны, и Герцтвуд снова занял свое место на площадке, провожаемой хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор дважды дернул веревку. Динь-бум! В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герцтвуда, другой в дребезги разбил стекло. — Полный ход! — крикнул один из полисменов, и сам ухватился за рукоятку. Герцтвуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. — Этот сукин сын треснул меня по шее, — заметил один из полисменов, — но я здорово угостил его за это по башке. Наверное, я оставил кое-кому память о себе, — похвастался другой полисмен. — Я, между прочим, знаю того парня, который назвал меня подлой рожей, — сказал первый. Я еще посчитаюсь с ним. — Я сразу подумал, что будет драка, как только увидел толпу, — сказал его товарищ. Герцтвуд смотрел вперед разгоряченный и взволнованный. Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. Он совсем перестал думать о Нью-Йорке и о своей квартире. На этом пробеге по Бруклину, казалось, сосредоточились все его мысли. Вагон катился теперь по торговой части Бруклина, не встречая препятствий. Публика смотрела на разбитые стекла и на вагоны вожатого не в форменной одежде. Время от времени вдогонку неслось скэб и тому подобное, но никто не делал попытки остановить вагон. Когда они прибыли к конечному пункту, один из полисменов вызвал по телефону свой участок и донес о случившемся. — Там и сейчас еще засада, — услышал Герцтвуд. — Вы бы послали кого-нибудь очистить это место? Обратный путь вагон прошел более спокойно. Правда, вслед неслись камни и брань, но прямых нападений больше не было. Герцтвуд облегченно вздохнул, завидев вдали трамвайный парк. Ну, — сказал он про себя на первый раз, — все сошло благополучно. Вагон был введен в депо, и Герцтвуду дали передохнуть, но вскоре вызвали снова. На этот раз его сопровождала другая пара полисменов. Герцтвуд, теперь несколько более уверенный в себе, полным ходом гнал вагон по невзрачным улицам, не испытывая уже прежнего страха. Погода была скверная, все время сыпал снежок, и прямо в лицо бил порывистый ледяной ветер. От быстрого движения вагона стужа чувствовалась еще сильнее. Одежда Герцтвуда вовсе не подходила для такой работы. Он дрожал от холода, топал ногами, потирал руки, но молчал. Новизна и опасность положения несколько умерили отвращение и горечь от того, что он вынужден делать такую работу, но не настолько, чтобы прогнать уныние и тоску. Собачья жизнь, — размышлял он, — докатиться до такого, как это тяжело. Только одно поддерживала в нем решимость — память об оскорблении, которое нанесла ему Керди. Не так уж он низко пал, чтобы сносить обиды. Он еще кое на что способен и может временно выдержать даже такую работу. Потом дела поправятся. Он скопит немного денег. Какой-то мальчишка запустил в него комком мерзлой земли, угодившим ему в плечо и причинившим довольно острую боль. Это особенно обозлило Герцтвуда. Щенок негодный, — пробормотал он. Он вас не поранил, — осведомился полисмен. Нет, пустяк. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик, вагоновожатый, крикнул Герцтвуду с тротуара. — Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, чего мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить. Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герцтвуд притворился, будто не слышат его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его заживое. Так прошло утро и большая часть дня. Герцтвуд сделал три рейса. Обед, который он съел, был весьма скуден для такой работы, и холод все сильнее пробирал его. В конце пути он каждый раз слезал с вагона, чтобы хоть сколько-нибудь размяться и согреться, но от боли еле сдерживал стоны. Какой-то служащий парка из жалости одолжил ему теплую шапку и меховые рукавицы, и Герцтвуд был бесконечно благодарен ему. Во время второго, после обеденного рейса, Герцтвуд был вынужден остановить вагон в пути, так как толпа бросила поперек дороги старый телеграфный столб. «Убрать это с пути!» — одновременно закричали оба полисмена, обращаясь к толпе. «Еще чего! Ого! Убирайте сами!» — неслось в ответ. Полисмены соскочили с площадки, и Герцтвуд собрался было последовать за ними. «Нет, вы лучше оставайтесь на месте!» — крикнул ему полисмен. «Не то кто-нибудь угонит вагон!» Посреди гула возбужденных голосов Герцтвуд вдруг услышал почти над самым ухом. «Сойди, приятель, будь мужчиной! Нехорошо бороться против бедняков! Предоставь это богачам!» Герцтвуд тотчас же узнал за бастовщика, окликнувшего его на перекрестке, и опять сделал вид, будто ничего не слышит. «Сойди, дружище!» — доброжелательным тоном повторил тот. «Нехорошо идти против всех, и лучше бы тебе совсем в это дело не вмешиваться!» Вагоновожатый, очевидно, отличался философским складом ума. Его голос звучал убедительно. Откуда-то на помощь первым двум появился третий полисмен и побежал к телефону вызывать подкрепление. Герцтвуд озирался вокруг исполненной решимости, но вместе с тем и страха. Кто-то схватил его за рукав и попытался силой стащить с площадки вагона. «Сходи отсюда!» — услышал Герцтвуд, и в то же мгновение чуть не полетел кувырком через решетку. «Пусти!» — в бешенстве крикнул он. «Я тебе покажу, скеп проклятый!» — ответил какой-то молодой ирландец, вскакивая на площадку. Он нацелился кулаком Герцтвуду в челюсть, но тот наклонился, и удар пришелся в плечо. «Пошел вон!» — крикнул полисмен, спеша на помощь Герцтвуду и уснащая свою речь бранью. Герцтвуд уже успел прийти в себя, но был бледен и дрожал всем телом. Дело принимало серьезный оборот. Люди смотрели на него полными ненависти глазами и издевались над ним. Какая-то девчонка строила ему гримасы. Решимость его начала убывать. Но в это время подкатил полицейский фургон, и из него выскочил отряд полисменов. Путь был живо расчищен, и вагон мог двигаться дальше. «Ну, теперь живо!» — крикнул один из полицейских, и вагон снова помчался вперед. Финал был на обратном пути, когда на расстоянии двух или трех километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герцтвуд хотел было прибавить ходу и быстро помчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Уже за несколько кварталов Герцтвуд увидел, что люди тащат что-то к трамвайным рельсам. «Опять они тут!» — воскликнул один из полисменов. «На этот раз я им покажу!» — отозвался второй, начиная терять терпение. Когда вагон подъехал ближе к тому месту, где волновалась толпа, у Герцтвуда подступил ком к горлу. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герцтвуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герцтвуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герцтвуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. — Оставьте меня в покое! — только успел он крикнуть, падая на бок. — Ах ты, паршивец! — заорал кто-то. Удары и пинки посыпались на Герцтвуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться. — Да перестаньте! — раздался голос полисмена. — Никто вас не трогает! Вставайте! Герцтвуд пришел в себя и узнал полицейских. Он чуть не падал от изнеможения. По подбородку его струилось что-то липкое. Герцтвуд прикоснулся рукой. Пальцы окрасились красным. — Меня ранили! — растерянно произнес он, доставая носовой платок. — Ничего, ничего! — успокоил его один из полисменов. — Пустяшная царапина! Мысли Герцтвуда прояснились, и он стал озираться по сторонам. Он находился в какой-то лавочке. Полисмены на минуту оставили его одного. Стоя у окна и вытирая подбородок, он видел свой вагон и возбужденную толпу. Вскоре подъехал один полицейский фургон, и за ним второй. В эту минуту подоспела также и карета скорой помощи. Полиция энергично наседала на толпу и арестовывала нападавших. — Ну, выходите, если хотите попасть в свой вагон, — сказал один из полисменов, открывая дверь ловчонки и заглядывая внутрь. Герцтвуд неуверенно вышел. Ему было холодно, и к тому же он был очень напуган. — А где кондуктор? — спросил он. — А, черт его знает, — ответил полисмен. — Здесь его во всяком случае нет, — добавил он. Герцтвуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подыматься на площадку. В тот же миг прогремел выстрел. И что-то обожгло Герцтвуду правое плечо. — Кто стрелял? — услышал он голос полисмена. — Кто стрелял? — черт возьми! Оставив Герцтвуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герцтвуд помедлил и сошел на землю. — Нет, это уж слишком, — пробормотал он, — ну и к черту! В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. — Ох! — произнес он, глубоко переводя дух. Не успел Герцтвуд пройти полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его. — Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда, — посоветовала она. Герцтвуд побрел домой среди слепящей глазами теле и к сумеркам добрался до переправы. Пассажиры на пароходике с нескрываемым любопытством смотрели на него. В голове Герцтвуда был такой сумбур, что он еле отдавал себе отчет в своих мыслях. Волшебное зрелище, мелькавших среди белого вихря речных огней, пропало для него. Едва пароходик причалил, Герцтвуд снова побрел вперед и, наконец, добрался до дому. Герцтвуд вошел. В квартире было натоплено, но Керри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герцтвуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом. Герцтвуд сидел, задумчиво поглаживая подбородок, забыв в эту минуту даже про газеты. «Да», — произнес он через некоторое время, успев несколько прийти в себя. «Ну и жаркое же там заварилось дело». Слегка повернув голову, он заметил газеты и с легким вздохом взялся за ворлд. «Забастовка в Бруклине разрастает», — согласил один из заголовков. «Кровопролитное столкновение во всех концах Бруклина». Герцтвуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки. Глава 42. Веяние весны. Пустая раковина. Всякий, кто считает бруклинские приключения Герцтвуда ошибкой, тем не менее должен признать, что безуспешность его усилий не могла не повлиять на него отрицательно. Керри, конечно, не могла этого знать. Герцтвуд почти ничего не рассказал ей о том, что произошло в Бруклине. И она решила, что он отступил перед первым грубым словом, бросил все из-за пустяков, просто он не хочет работать. Она выступала теперь в группе восточных красавиц, которых во втором акте оперетты визирь проводит парадом перед султаном, производящим смотр своему гарему. Говорить им ничего не приходилось, но как-то раз в тот самый вечер, когда Герцтвуд ночевал в трамвайном парке, первый комик, будучи в игривом настроении, взглянул на ближайшую девушку и произнес густым басом, вызвавшим легкий смех в зрительном зале, «Кто ты такая?» Совершенно случайно это была именно Керри, делавшая в это время низкий реверанс. На ее месте могла оказаться любая другая девушка. Первый комик не ожидал никакого ответа, но Керри набралась смелости и, присев еще ниже, ответила «Ваша покорная слуга». В ее реплике не было ничего особенного, но что-то в ее манере понравилось публике. Уж очень смешон был свирепый султан, возвышавшийся над скромной рабыней. Первый комик остался доволен ответом, тем более, что от него не укрылся смех в зале. «А я думал, ты просто Смит», — изрек комик, желая продлить шутку. Керри, однако, испугалась своего поступка. Все в труппе были предупреждены, что всякая отсебятина в словах или жестах может повлечь за собою штраф, а порой даже увольнение. Но когда перед началом следующего акта Керри стояла за кулисами, известный комик, проходя мимо, узнал ее в лицо, остановился и сказал «Можете и впредь отвечать так же, но больше ничего не прибавляйте». «Благодарю вас», — робко ответила Керри. Когда комик ушел, она вся дрожала от волнения. «Ну и повезло же тебе», — заметила одна из ее подруг. «У нас у всех немые роли». Против этого ничего нельзя было возразить. Каждому ясно было, что Керри сделала первый шаг к успеху. На следующий день за ту же реплику ее опять наградили аплодисментами, и она отправилась домой, ликуя и твердя себе, что эта маленькая удача должна принести какие-нибудь плоды. Но едва она увидела Герцтвуда, вся ее радость улетучилась, все приятные мысли испарились, и их место заняло желание положить конец этой невозможной жизни. Утром она спросила его, чем окончилась его затея. «Там теперь не решаются пускать вагоны иначе, как под управлением полисменов», — ответил ей Герцтвуд. «Сказали, что до будущей недели им никто не понадобится». Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герцтвуда. Им по-прежнему владела крайняя апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Кеви отправляется на репетицию, а вечером — на представление, и только читал и читал. Несколько раз он ловил себя на том, что смотрит на какую-нибудь заметку, а мысли его витают где-то далеко. Впервые он заметил это, когда ему попалось описание какого-то веселого вечера в одном из чикагских клубов, которому он в свое время принадлежал. Герцтвуд сидел, опустив глаза, и в ушах его раздавались давно забытые голоса и звон бокалов. «Да вы просто младчина, Герцтвуд!» — услышал он слова своего друга Уокера. Воображение перенесло его в кружок ближайших друзей. Вот он стоит отлично одетый и с улыбкой выслушивает возгласы одобрения, которыми его награждают за хорошо рассказанный анекдот. Вдруг Герцтвуд поднял глаза. В комнате было так тихо, что ясно слышалось тиканье часов. Герцтвуд подумал, что, по всей вероятности, задремал, но он все еще держал газету прямо перед собой и понял, что это ему не приснилось. «Как странно!» — подумал он. Когда это повторилось еще раз, он уже не удивился. Иногда к нему являлись требованием об уплате по счету мясники, зеленщики, угольщики, булочники, постоянно менявшиеся, так как ради получения кредита Герцтвуд то и дело переходил из одного магазина в другой. Он любезно принимал кредиторов, всячески изворачивался, но в конце концов просто перестал открывать двери, делая вид, что в квартире никого нет. Или же выпроваживал гостей самым бесцеремонным образом. «Из пустого кармана ничего не выжмешь», — размышлял он, — «будь у меня деньги, я бы уплатил им». Маленький солдат рампы Лола Осборн, видя успех Кэрри на сцене, сделалась как бы спутником будущего светила. Она понимала, что сама никогда ничего не добьется, и поэтому инстинктивно, точно котенок, уцепилась за Кэрри бархатными лапками. «О, ты пойдешь в гору!» — не переставала она твердить, с восхищением глядя на подругу. «Ты такая способная!» Несмотря на свою робость, Кэрри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Нежные слова мужчин перестали кружить ей голову. Она теперь знала, что мужчины могут изменяться и не оправдывать ее ожидания. Лесть потеряла над нею всякую силу. Только умственное превосходство, превосходство благожелательного человека могло бы еще тронуть ее душу. Но для этого нужен был такой человек, как Эмс. «Терпеть не могу актеров нашей труппы!» — сказала она однажды Лоли. «Они все так влюблены в себя!» «А ты не находишь, что мистер Баркли очень мил?» — возразила Лола, который тот накануне снисходительно улыбнулся. «О да, он, конечно, мил!» — согласилась Кэрри. «Но он человек не искренний. Все у него напускное». Вскоре Лоли представился случай убедиться в том, что и Кэрри порядком привязалась к ней. «Ты платишь за квартиру там, где ты живешь?» — как-то спросила Лола. «Конечно, плачу!» — ответила Кэрри. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Потому что знаю одно место, где можно дешево получить прелестную комнату с ванной. Для меня одной она слишком велика, а вот на двоих была бы как раз, и платить придется всего шесть долларов в неделю». «Где это?» — спросила Кэрри. «На семнадцатой улице». «Я право не знаю, стоит ли менять», — ответила Кэрри, прикидывая в то же время, что это выходило бы всего по три доллара на каждую. Подумала она и о том, что если бы ей не приходилось содержать никого, кроме самой себя, у нее оставалось бы целых семнадцать долларов в неделю. Впрочем, за этим разговором пока ничего не последовало, и все оставалось по-прежнему до того дня, когда на долю Кэрри выпал первый маленький успех с придуманной ею репликой. Это совпало с бруклинскими злоключениями Герцтвуда. Кэрри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герцтвуда и заставить его самого заботиться о себе. Но он вел себя подчас так странно, что Кэрри опасалась, как бы он не воспрепятствовал ее уходу, чего доброго он начнет преследовать ее и разыскивать в театре. Правда, она не верила, что он способен на такое, но все-таки как знать? Подобная возможность была для нее крайне неприятна, и эта мысль, естественно, сильно беспокоила ее. Развязка ускорилась благодаря тому, что Кэрри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. «Сколько же ты будешь получать?» — был первый вопрос Лолы Осборн, услыхавшей об этой удаче. «Я и не спросила», — призналась Кэрри. «А ты непременно узнай. Боже, пойми, что ты никогда ничего не добьешься, если не будешь требовать. Проси не меньше сорока долларов в неделю». «О, что ты!» — воскликнула Кэрри. «Ну, конечно!» — стояла на своем Лола. «Во всяком случае, попытайся». Кэрри сдалась на уговоры, но выждала некоторое время, и только когда режиссер сказал ей, в каком туалете она должна будет выступать, она набралась духу и спросила, «А сколько я буду теперь получать?» «Тридцать пять долларов», — ответил тот. Кэрри была так ошеломлена этим и пришла в такой восторг, что и не подумала просить больше. Она была вне себя от радости и чуть не задушила Лолу, которая, выслушав эту новость, кинулась ей на шею. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», — сказала Лола. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Кэрри вздрогнула. «Где же взять на них денег?» «У нее ничего не было отложено, и скоро предстояло платить за квартиру». «Не стану платить, вот и все», — решила она, вспомнив о своих нуждах. «Мне эта квартира и не нужна вовсе. Не буду отдавать своих денег. Перееду, и кончено». И как раз в это время Лола еще настойчивее стала наседать на подругу. «Давай поселимся вместе, Кэрри», — умоляла она. «У нас будет чудесная комнатка, а стоить будет тсущие пустяки». «Мне это улыбается», — откровенно призналась Кэрри. «Так зачем же дело стало?» — воскликнула Лола. «Нам будет так весело вместе, вот увидишь». Кэрри задумалась. «Пожалуй, я перееду», — сказала она. «Только не сейчас. Я еще должна подумать». Мысль о свободе не оставляла ее. К тому же приближался срок уплаты за квартиру, а в самом ближайшем времени необходимо будет заказывать новые платья. Чтобы оправдать себя в собственных глазах, Кэрри достаточно было вспомнить о бесконечной лени Герцтвуда. С каждым днем он становился все молчаливее, С каждым днем все больше опускался. А Герцтвуд, по мере приближения срока уплаты за квартиру, Тоже стал задумываться над тем, Что комнаты стоят слишком дорого. Слишком уж его донимали кредиторы, То и дело являвшееся за деньгами. «Двадцать восемь долларов. Большие деньги». «Кэрри, тяжело столько платить», — рассуждал он. «Мы могли бы найти что-нибудь подешевле». Поглощенный этой мыслью, он сказал Кэрри за завтраком, «Ты не находишь, что эта квартира слишком дорога для нас?» «Конечно, нахожу», — ответила Кэрри, Не догадываясь, однако, к чему он клонит. «Мне кажется, что нам хватило бы квартиры и поменьше», — Продолжал Герцтвуд. «Нам не нужно столько комнат». Если бы Герцтвуд посмотрел на нее внимательнее, Он по выражению ее лица понял бы одно — Она была очень встревожена тем, Что он явно намерен оставаться с нею. И, предлагая ей еще более нищенскую жизнь, Он, по-видимому, не видел в этом ничего недостойного. «Право, не знаю», — сказала она, сразу насторожившись. «Наверное, есть дома, где сдаются квартиры в две комнаты. Этого для нас было бы вполне достаточно». Кэрри инстинктивно возмутилась. «Ни за что», — решила она. «Откуда взять денег на переезд? И подумать только, Вечно жить с ним в двух комнатах нет. Пока не случилось что-нибудь ужасное, Лучше поскорее истратить все деньги на платье». В тот же день Кэрри так и сделала, А после этого оставался один только путь. «Лола», — сказала она подруге, Зайдя к ней, «я согласна переехать». «Вот славно!» — воскликнула та. «Можно ли сделать это сейчас же?» — спросила Кэрри, Имея в виду комнату, О которой говорила ей девушка. «Разумеется», — заверила ее Лола. Они тотчас отправились осматривать комнату. У Кэрри оставалось еще десять долларов. Вполне могло хватить на стол и квартиру в течение недели. Она выступит в новой роли через десять дней, А жалование с прибавкой ей заплатят через неделю после этого. Кэрри внесла половину за свое новое жилище. «У меня осталось ровно столько, чтобы протянуть до конца недели», — призналась она подруге. «О, у меня есть деньги!» — тотчас же вызвалась помочь ей Лола. «Займи у меня двадцать пять долларов». «Благодарю, не надо», — сказала Кэрри. «Я думаю, что сумею как-нибудь обернуться». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего два дня. Теперь, когда вопрос был решен, Кэрри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Каждый день, наблюдая за Герцтвудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему вечером того дня, когда она приняла решение переехать, Кэрри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбою человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости, руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. Зная, что конец близок, Кэрри стала более внимательна к нему. — Ты бы сходил, Джордж, за банкой персикового компота, — предложила она, кладя на стол бумажку в два доллара. — Хорошо, — отозвался Герцтвуд и при этом с удивлением посмотрел на деньги. — И, может быть, ты найдешь хорошую спаржу, — добавила Кэрри, — я приготовила бы ее к обеду. Герцтвуд встал, взял деньги и пошел одеваться. И снова Кэрри заметила, как обтрепались его вещи. Она и раньше не раз обращала внимание на его ветхую одежду, но теперь почему-то внешность Герцтвуда особенно бросилась ей в глаза. Может быть, он и в самом деле ничего не может сделать. Ведь в Чикаго он преуспевал, какой он бывал оживленный и подтянутый, когда приходил на свидание в парк. Один ли он во всем виноват? Герцтвуд вернулся и положил на стол покупки и сдачу. — Оставь эту мелочь себе, — заметила Кэрри. — Нам, вероятно, понадобится еще что-нибудь. — Нет, — своеобразной гордостью ответил Герцтвуд. — Держи уж ты деньги у себя. Ну, полно, Джордж, — настаивала Кэрри, сильно волнуюсь. — Ведь, наверное, что-то придется еще покупать. Герцтвуд был несколько удивлен этим, но он и не догадывался, конечно, каким жалким казался он в эту минуту Кэрри. Ей стоило огромных усилий сдержать дрожь в голосе. Надо заметить, что точно так же Кэрри отнеслась бы и ко всякому другому человеку. Вспоминая последние минуты жизни с Друэ, она всегда упрекала себя в том, что плохо обошлась с ним. Она надеялась, что никогда больше не встретится с молодым камевояжором, но ей было стыдно за себя. Правда, ушла она от него не по своей воле, когда Герцтвуд приехал к ней ночью и сообщил, что с Друэ случилось несчастье, сердце ее разрывалось от жалости, и она немедленно помчалась к нему, чтобы хоть чем-нибудь помочь. Где-то во всем этом была жестокость, но, не умея мысленно проследить, где она кроется, Кэрри остановилась на мысли, что Друэ никогда не узнает, какую роль сыграл тут Герцтвуд, и ее поступок объяснит лишь черствостью. Поэтому ей было неприятно, что человек, в свое время хорошо к ней относившийся, чувствует себя обиженным ею. Она не отдавала себе отчета в том, что делает, поддаваясь подобным чувствам. А Герцтвуд, заметив мягкость, Кэрри подумал, а все же она очень добрая по натуре. Когда Кэрри в тот же день пришла к Лоле, та, напевая, уже укладывала вещи. — Почему ты не переедешь сегодня же, Кэрри? — Весь и со мной спросила она. — Не могу, — ответила Кэрри. — Я перееду в пятницу. Скажи, Лола, ты не могла бы одолжить мне те двадцать пять долларов? — Конечно, — ответила Лола, доставая свою сумочку. — Мне нужно еще кое-что купить, — сказала Кэрри. — О, бери, пожалуйста, — воскликнула девушка, обрадовавшись возможности услужить Кэрри. Герцтвуд уже несколько дней выходил из дому только за продуктами да за газетами. Наконец ему надоело сидеть взаперти, но холодная сырая погода продолжала удерживать его дома. В пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой, а когда Кэрри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. — Как сегодня хорошо, — заметила она. — Правда? — отозвался Герцтвуд. Сразу после завтрака он надел свой лучший костюм и направился к двери. — Ты вернешься к Ленчу? — спросила Кэрри, скрывая волнение. — Нет, — ответил Герцтвуд. Очутившись на улице, он направился по седьмой авеню к северу, ему хотелось дойти до реки Гарлем. Когда-то, направляясь для переговоров к контору пивоваренного завода, он хорошо запомнил этот район города, и теперь ему интересно было посмотреть, как изменилась река и ее берега. Миновав 59-ю улицу, Герцтвуд по краю Сентрал-парка дошел до 78-й улицы. Стали попадаться знакомые места, и Герцтвуд, свернув в сторону, принялся разглядывать многочисленные новые дома, выросшие здесь за последнее время. Все кругом заметно изменилось к лучшему. Огромные пустыри быстро застраивались. Вернувшись к парку, Герцтвуд прошел вдоль него до 110-й улицы, потом снова свернул на седьмую авеню и к часу добрался до реки. Она красивой серебристой лентой змеилась перед ним среди мягких песчаных пригорков справа и высоких лесистых холмов слева. Так приятно было подышать весенним воздухом, и Герцтвуд, заложив руки за спину, несколько минут стоял и любовался панорамой реки. Потом он пошел по набережной, разглядывая суда. В четыре часа, когда уже стало смеркаться и в воздухе потянуло свежестью, Герцтвуд решил возвращаться домой. Он проголодался и с удовольствием думал об обеде и о теплой комнате. Когда в половине шестого он добрался до своей квартиры, было уже темно. Герцтвуд знал, что Кеви нет дома. За штормами не было видно света, газеты торчали в дверях, куда их засунул почтальон. Герцтвуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Впрочем, подумал он, если Керри и придет сейчас, обед все равно запоздает. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герцтвуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то не доставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно, все стало ясно. Герцтвуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герцтвуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке. Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредством. Я помогла бы тебе, конечно, если б была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе двадцать долларов, все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Кэрри. Герцтвуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему недоставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Кэрри. Он переходил из комнаты в комнату, зажигая свет. С шифоньерки исчезли все безделушки. Со столов были сняты кружевные салфетки. Он открыл платяной шкаф. Там ничего не оставалось из вещей Кэрри. Он выдвинул ящики комода. Белья Кэрри там не было. Исчез и ее сундук. Его собственная одежда висела там же, где всегда. Остальное тоже было на месте. Герцтвуд вернулся в гостиную и долго стоял, глядя в пол. Тишина давила его. Маленькая квартирка стала вдруг до ужаса пустынной. Он совсем забыл, что ему хотелось есть, что сейчас время обеда. Казалось, уже наступила поздняя ночь. Внезапно Герцтвуд вспомнил, что все еще держит в руке деньги. Двадцать долларов, как писала Кэрри. Он вышел из комнаты, не погасив света, с каждым шагом все острее ощущая пустоту квартиры. «Надо выехать отсюда», — в полголоса произнес он. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. «Бросило меня», — пробормотал он и опять повторил. «Бросило». Уютная квартира, где он провел в тепле столько дней, стала теперь воспоминанием. Его обступило что-то жестокое и холодное. Он тяжело опустился в качалку, подпер рукой подбородок и так сидел без всяких мыслей, отдавшись одним только ощущением. Потом его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. «Не нужно бы ей уходить», — произнес он. «Я еще нашел бы какую-нибудь работу». Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то. «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герцтвуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол. Глава сорок третья. Мир начинает льстить. Взор из мрака. Обосновавшись в своей уютной комнате, Керри думала о том, как отнесся Герцтвуд к ее бегству. Она наскоро разобрала вещи, а затем отправилась в театр, почти уверенная, что столкнется с ним у входа. Но Герцтвуда там не было. Ее страх исчез, и она прониклась более теплым чувством к нему. Потом, до окончания спектакля, она совсем забыла о нем, и только выходя из театра, снова с опаской подумала, что Герцтвуд, возможно, поджидает ее. Но день проходил за днем, а он не давал даже знать о себе, и Керри перестала опасаться, что Герцтвуд станет ее беспокоить. Немного погодя, она, если не считать случайных мыслей, совсем освободилась от гнетущего уныния, которое омрачало ее жизнь в прежней квартирке. Удивительно, как быстро профессия засасывает человека. Слушая болтовню Лолы, Керри многое узнала о закулисной жизни. Она уже знала, какие газеты пишут о театрах, какие из них уделяют особое внимание актрисам и тому подобное. Она внимательно читала все, что находила в газетах, не только о труппе, в которой играла крошечную роль, но и о других театрах. Постепенно жажда известности овладела ею. Она хотела, чтобы о ней писали, как о других, и с жадностью изучала хвалебные и критические статьи о разных знаменитостях сцены. Мишурный мир, в котором она очутилась, целиком завладел ею. В то время газеты и журналы впервые начали проявлять интерес к фотографиям красивых актрис, интерес, который потом стал таким пылким. Газеты, в особенности воскресные, отводили театру большие страницы, где можно было полюбоваться лицами и телосложением театральных знаменитостей. Журналы, по крайней мере два или три из наиболее новых, тоже время от времени помещали не только портреты хорошеньких звезд, но и снимки отдельных сцен из нашумевших постановок. Кэрри с возрастающим интересом следила за этим. Появится ли когда-нибудь сцена из оперетты, в которой она играет? Найдет ли какая-нибудь газета ее фотографию достойной напечатания? В воскресенье перед своим выступлением в новой роли Кэрри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце, среди более важных сообщений, вдруг увидела нечто такое, отчего трепет пробежал по всему ее телу. Роль Катиш в оперете «Жены Абдуллы», которую раньше играла Инесса Кэррью, теперь будет исполнять Кэрри Маденда, одна из самых способных артисток кордебалета. Кэрри пришла в неописуемый восторг. О, как чудесно, наконец-то! Первая долгожданная восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной. Она сделала над собой усилие, чтобы не рассмеяться от радости. Интересно знать, видела ли это Лола? — Тут есть заметка о роли, которую я завтра буду исполнять, — сообщила она подруге. — Неужели? — Вот славно! — воскликнула Лола, подбегая к ней. — Если ты будешь хорошо играть, — добавила она, прочитав заметку, — тебе отведут в следующий раз еще больше места в газетах. Мой портрет был однажды в Олде. — Ну, — удивилась Кэрри, — еще бы, — гордо ответила маленькая Лола. — Даже рамкой был обведен. Кэрри рассмеялась. — А вот мы его портреты еще ни разу не помещали, — сказала она. — Ничего поместят, — обнадежила ее Лола. — Вот увидишь, ты играешь лучше многих других, чьи портреты постоянно печатают. Кэрри была глубоко благодарна ей за эти слова. Она готова была расцеловать Лолу за ее сочувствие и похвалу. Она так нуждалась в этом. Моральная поддержка была необходима ей сейчас, как хлеб насущный. Кэрри хорошо играла. И в газете опять появилось несколько строк о том, что она вполне справилась с ролью. Это доставило ей огромное удовольствие. Она стала думать, что ее уже заметили. Когда Кэрри получила свои первые 35 долларов, они показались ей огромной суммой. Три доллара, которые она платила за комнату, были сущим пустяком. Она вернула Лоле 25 долларов, и все же у нее оставалось семь. Всего с остатком от прежнего заработка оказалось 11 долларов. Из них она внесла пять в счет заказанных платьев. Теперь ей предстояло платить еженедельно только три доллара за комнату и пять в счет туалетов. Остальное она могла тратить на еду, развлечения и на все прочее. — Я советовала бы тебе отложить кое-что на лето, — сказала ей Лола. — В мае мы, вероятно, закроемся. — Я так и сделаю, — отозвалась Кэрри. Регулярный доход в 35 долларов для человека, который несколько лет еле сводил концы с концами, — это большие деньги. Кошелек Кэрри разбухал от зеленых ассигнаций. Не имея никого, о ком она должна была бы заботиться, она начала покупать себе наряды, безделушки, хорошо питалась, всячески украшала свою комнату. Вскоре, разумеется, появились и друзья. Она познакомилась с некоторыми молодыми людьми, принадлежавшими к свите Лолы, а для знакомства с актерами их труппы не требовалось ни времени, ни официального представления. Один из них увлекся Кэрри и несколько раз провожал ее домой. — Зайдем куда-нибудь поужинать, — предложил он ей как-то после театра. — Хорошо, — согласилась Кэрри. В розоватом свете ресторана, переполненного любителями полуночного веселья, Кэрри внимательно присмотрелась к своему спутнику, весь он был как-то ходулен и преисполнен самомнение, его беседа не поднималась над уровнем банальных тем, он мог говорить только о нарядах и материальном преуспеянии. — Когда они вышли, он сладенько улыбнулся. — Вы что же, пойдете прямо домой? — Да, — ответила Кэрри таким тоном, как будто это подразумевалось само собой. — Очевидно, она далеко не так наивна, как кажется, — подумал актер, проникаясь к ней еще большим уважением и восхищением. Вполне естественно, что Кэрри, так же, как и Лола, не прочь была весело проводить время. Иногда они днем ездили кататься по парку, после театра ужинали компанией в ресторане, а перед началом спектакля гуляли по Бродвею, щеголяя туалетами. Кэрри была вовлечена в водоворот столичных развлечений. Наконец, в одном из еженедельников появился ее портрет. Для Кэрри это было неожиданностью, и у нее дух захватило, когда она увидела подпись «Мисс Кэрри Маденда», одна из любимец публики в оперете «Жены Абдуллы». Следуя совету Лолы, Кэрри снялась у знаменитого Сарони, и репортер раздобыл один из этих ее портретов. У Кэрри блеснула мысль приобрести несколько номеров журнала, но она тотчас же вспомнила, что, в сущности, ей некому послать их. Во всем мире никого, кроме Лолы, не интересовал этот ее успех. В смысле человеческого общения столица — место холодное и неприветливое. Кэрри вскоре поняла, что ее небольшие деньги не принесли ей ничего. Мир богатых и знаменитых был недоступен для нее, как и прежде. Кэрри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней, в сущности, никаких дружеских чувств. Все искали удовольствий для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герцтвуда и Дроя. В апреле Кэрри узнала, что ее труппа заканчивает сезон в середине или конце мая, в зависимости от сборов. На лето были намечены гастроли, и Кэрри думала о том, будет ли она приглашена. Что же касается Лолы Осборн, то с ее скромным жалованием она легко могла найти ангажемент в самом Нью-Йорке. — Я слышала, что в казино собираются летом что-то ставить, — сказала она. — Сходим туда, попытаем счастье. — Охотно, — ответила Кэрри. Они отправились в казино, и им предложили зайти еще раз 16 мая. Между тем их собственный театр закрывался пятого. — Кто хочет ехать с труппой на гастроли, должен на этой неделе подписать договор, — заявил директор. — Ни в коем случае не подписывай, — уговаривала Лола Осборн. — Я не поеду. — А если я не получу ничего другого, что же тогда? — с сомнением спросила Кэрри. — Что бы там ни было, я не поеду, — стояла на своем маленькая Лола, которая в случае нужды всегда могла перехватить денег у своих поклонников. — Я однажды поехала в турне, и к концу у меня не осталось ни гроша. Кэрри задумалась над ее словами. Она еще никогда не ездила в гастрольное турне. — Как-нибудь проживем лето, — добавила Лола. — Мне, например, до сих пор всегда удавалось продержаться. Кэрри не подписала договора. Директор казино никогда не слыхал про Кэрри, но газетные заметки, которые она ему представила, произвели на него некоторые впечатления, чему еще больше способствовали портрет в журнале и ее имя на афишах. Он дал ей немую роль с жалованием в 30 долларов в неделю. — Ну, что я тебе говорила? — торжествовала Лола. — Нельзя уезжать из Нью-Йорка. Как только уедешь, про тебя тотчас забудут. Кэрри была хорошенькой, поэтому человек, подбиравший иллюстрации для театральной страницы воскресных газет, выбрал в числе других и ее фотографию. А так как она была очень хорошенькой, то ее фотографии уделили большое место на странице и даже написали о ней несколько строк. Кэрри была в восторге. И все же за правила театра ничего этого как будто не видели, ибо обращали внимание на Кэрри не больше, чем раньше. Роль у нее была очень маленькая. В качестве безмолвной жены, квакера Кэрри должна была просто присутствовать в нескольких сценах. Автор комедии знал, что хорошая актриса может многое сделать с такой ролью, но, увидев, что ее предоставили какой-то начинающий, заявил, что с таким же успехом мог бы совсем вычеркнуть эту роль. — Бросьте ворчать, старина, — сказал ему режиссер. — Если в первую неделю из этого ничего не выйдет, мы выкинем роль и делу конец. Кэрри понятия не имела об их тайных намерениях. Она угрюмо изучала свою немую роль, чувствуя, что ее снова оттесняют на самые задворки. На генеральной репетиции вид у нее был самый несчастный. — А знаете, не так уж плохо, — заметил автор пьесы, когда режиссер обратил его внимание на то, какое забавное впечатление производит угрюмость Кэрри. Велите ей хмуриться еще больше, пока Спарк спляшет. Кэрри сама не сознавала, что между бровей у нее залегла морщинка, а губы капризно надулись. — Нахмурьтесь немного, мисс Моденда, — сказал режиссер, приближаясь к ней. Кэрри приняла это за упрек и весело улыбнулась. — Нет, нахмурьте брови, — повторил режиссер. — Нахмурьте, как вы это делали только что. Кэрри смотрела на него в немом изумлении. — Я говорю вполне серьезно, — заверил ее режиссер. — Хмурьтесь. Постарайтесь придать себе самый сердитый вид, пока Спарк станцует. Я хочу посмотреть, какое это произведет впечатление. Это не составляло никакой трудности. Кэрри насупила брови, насколько смогла. И вышло до того смешно, что даже режиссер развеселился. Очень хорошо. Если она все время будет держать себя так, зрителям это понравится. И, приблизившись к Кэрри, он добавил. — Старайтесь хмуриться в продолжении всей сцены. Делайте свиряпое лицо. Пусть зрителям кажется, что вы взбешены. Ваша роль тогда получится очень смешной. В вечер премьеры Кэрри казалось, что в ее роли нет ровно ничего интересного. Веселая, обливавшаяся потом публика во время первого действия, по-видимому, даже не заметила ее. Кэрри хмурилась, хмурилась, но это было ни к чему. Все взоры были устремлены на других актеров. Во втором действии, когда зрителям несколько приелся скучный диалог, они стали обводить глазами сцену и заметили Кэрри. Она неподвижно стояла в своем сером платье, и ее миловидная личка свиряпо хмурилась. Сперва все думали, что это естественное раздражение, временно овладевшее артисткой и вовсе не предназначенное смешить публику. Но так как Кэрри продолжала хмуриться, переводя взгляд с одного действующего лица на другое, публика стала улыбаться. Степенные джентльмены в передних рядах решили про себя, что эта девочка весьма лакомый кусочек. Они с удовольствием разгладили бы поцелуями ее нахмуренные брови. Сердца их устремились к ней. Она была уморительна. Наконец, первый комик, распевавший на середине сцены, услышал смешки в такие минуты, когда смеха, казалось бы, вовсе не следовало ожидать. Еще смешок. И еще, когда он кончил, вместо громких аплодисментов послышались весьма сдержанные хлопки. Что это значит? Комик догадывался, что происходит что-то неладное. И вдруг, уходя со сцены, он заметил Кэрри. Она стояла на подмостках одна и продолжала хмуриться, а публика хохотала. — Черт возьми, я этого не потерплю, — решил комик. Я не допущу, чтобы мне портили роль. Либо она прекратит этот трюк на время моей сцены, либо я ухожу. — Помилуйте, в чем дело? — сказал режиссер, выслушав его протест. Ведь в этом и заключается ее роль. Не обращайте на нее внимания. — Но она убивает мою роль. — Ничего подобного. Она нисколько не портит вашей роли, — старался успокоить его режиссер. — Это только, так сказать, дополнительный смех. — Вы так думаете? — воскликнул комик. — А я вам говорю, что она испортила всю сцену. Я этого не потерплю. — Ладно, обождите до конца спектакля. Или лучше до завтра. Посмотрим, что можно будет сделать. Но уже следующее действие показало, что нужно сделать. Кэрри стала центром комедии. Чем больше зрители присматривались к ней, тем больше приходили в восторг. Все другие роли терялись в той забавной и дразнящей атмосфере, которую Кэрри создавала на сцене одним своим присутствием. И режиссеру, и всей труппе было ясно, что она имеет большой успех. Газетные критики завершили ее триумф. Во всех газетах появились пространные хвалебные рецензии о комедии, причем имя Кэрри повторялось на все лады. И все единогласно подчеркивали, что ее игра вызывает заразительный смех. Один театральный критик, Вивнинг Уолт, писал, «Мисс Моденда» — одна из лучших характерных актрис, которых мы когда-либо видели на сцене казино. Ее игре свойственен спокойный, естественный юмор, который согревает, как хорошее вино. Ее роль, очевидно, не была задумана как главная, так как мисс Моденда мало времени проводит на сцене. Но публика с обычным для нее своеволием решила вопрос сама. Маленькая квакерша самой судьбой предназначена была фаворитке публики с первой минуты своего появления у Рампы. Неудивительно поэтому, что на ее долю выпали все аплодисменты. Капризы фортуны поистине курьезны. Критик одной из вечерних газет в поисках ходкого каламбура закончил рецензию такими словами «Если хотите посмеяться, взгляните, как хмурится Керри». Влияние всего этого на карьеру Керри было чудодейственным. Уже утром она получила поздравительную записку от режиссера. «Вы покорили весь город», — писал он, — «я рад за вас и за себя». Автор комедии тоже написал ей. Вечером, когда Керри явилась на спектакль, режиссер, ласково поздоровавшись с ней, сказал, «Мистер Стивенс, так звали автора, готовит для вас небольшую песенку, которую вы со следующей недели будете исполнять». «Но я не умею петь», — возразила Керри, — «пустяки». Стивенс говорит, что песенка очень простая и будет вам вполне по силам. «Я с удовольствием попытаюсь», — сказала Керри. «Будьте любезны зайти ко мне в кабинет. До того, как начнете переодеваться, — обратился к ней директор театра. «Мне нужно поговорить с вами». «Хорошо», — сказала Керри. Когда Керри явилась к нему, он достал какую-то бумажку и сразу начал. «Видите ли, мы не хотим вас обижать. Ваш контракт в течение ближайших трех месяцев дает вам право только на 30 долларов в неделю. Что вы скажете, если я предложу вам 150 долларов в неделю при условии продления договора на год?» «О, я согласна», — ответила Керри, едва веря своим ушам. «В таком случае подпишите». Керри увидела перед собой контракт, такой же, как и предыдущий, с разницей только в сумме жалования и в сроке. Ее рука дрожала от волнения, когда она выводила свое имя. «150 долларов в неделю», — пробормотала она, оставшись одна. Она поняла, что не может представить себе реальное значение этой огромной суммы, да и какой миллионер смог бы, и для нее это были лишь ослепительно сверкавшие цифры, в которых таился целый мир неисчерпаемых возможностей. А Герцтут в то время сидел в третьей разрядной гостинице на улице Бликер и читал об успехах Керри. Сперва он даже не понял, о ком, собственно, идет речь, но внезапно сообразил и тогда снова прочел заметку от начала и до конца. «Да, наверное, это она», — вслух произнес он. Потом он оглядел грязный вестибюль гостиницы. «Ну что же ей повезло», — подумал он. И перед ним на миг мелькнуло прежнее сияющее роскошью видение. Огни, украшения, экипажа, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного мира. Она теперь казалась Герцтуту такой же далекой, как и все знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, и пусть», — произнес он. «Я не буду ее беспокоить». Это было непреклонное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью. Глава 44. И это не в стране чудес. То, чего не купит золото. Когда после разговора с директором Керри вернулась за кулисы, оказалось, что ей отведена другая уборная. «Вот ваша комната, мисс Моденда», — сказал ей один из служителей. Теперь ей больше не приходилось взбираться по нескольким лестницам в крохотную коморку, которую она делила с другой актрисой. Ей была предоставлена относительно просторная и комфортабельная уборная с удобствами, каких не знала мелкая сошка. Керри с наслаждением вздохнула. Ощущение радости было сейчас скорее чисто физическим. Вряд ли она вообще о чем-либо думала. Она отдыхала душой и телом. Мало-помалу комплименты, которые расточались по ее адресу, дали Керри почувствовать ее новое положение в труппе. Теперь уже никто не отдавал ей приказаний, ее только просили и притом весьма вежливо. Остальные члены труппы с завистью поглядывали на нее, когда она выходила на сцену в своем скромном платьице, которого не меняло в продолжении всего спектакля. Все те, кто раньше смотрел на нее сверху вниз, теперь своей вкратчивой улыбкой, казалось, хотели сказать, ведь мы всегда были друзьями. Один только первый комик, роль которого несколько поблекла, по милости Керри, держался холодно и неприступно. Выражаясь иносказательно, он отказывался лобызать руку, нанесшую ему удар. Исполняя свою маленькую роль, Керри мало-помалу начала понимать, что аплодисменты предназначаются именно ей, и это несказанно радовало ее. Но почему-то у нее рождалось при этом смутное ощущение вины, она как будто чувствовала себя недостойной всех этих почестей. Когда товарищи по сцене вступали с ней в беседу, она сконфуженно улыбалась. Самоуверенность, опломб подмостков были чужды ей. Мысль держать себя высокомерно никогда не приходила ей в голову, она всегда оставалась самой собой. После спектакля она вместе с Лолой уезжала домой в экипажа, который предоставила ей администрация театра. А потом настала неделя, когда она вкусила первые плоды успеха. Не беда, что она еще ни разу не держала в руках своего нового жалования. Мир верил ей и так. Она стала получать письма и визитные карточки. Некий мистер Уизерс, о котором она понятия не имела, и который бог весь откуда узнал ее адрес, с вежливыми поклонами вошел к ней в комнату. Простите, что я осмелился вторгнуться к вам. Я хотела бы спросить, не собираетесь ли вы переменить квартиру. Нет, я не думала об этом. Простодушно ответила Кэрфи. — Я, видите ли, представитель Веллингтона нового отеля на Бродвее, — сказал посетитель. Вы, наверное, читали о нем в газетах. Кэрфи действительно слыхала о новом отеле, особенно славившемся своим великолепным рестораном. — Так вот, — продолжал мистер Уизерс, — у нас есть сейчас несколько комфортабельных номеров, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание, если вы еще не решили, где поселиться на лето. Наш отель — совершенство во всех отношениях. Горячая вода, отдельная ванна при каждом номере, образцовая прислуга, много лифтов и тому подобное. Что же касается нашего ресторана, то вы, я полагаю, слышали о нем? Кэрфи слушала мистера Уизерса, молча смотрела на него и спрашивала себя, не принимает ли ее этот человек за миллионершу. — А какие у вас цены? — спросила она, наконец. — Вот об этом я и хотел поговорить с вами по секрету, — ответил мистер Уизерс. — Наши обычные цены от трех до пятидесяти долларов в день. — Господи! — вырвалось у Кэрри. — Я при всем желании не могла бы платить таких денег. — Я вас прекрасно понимаю, — ответил мистер Уизерс. — Но позвольте мне объяснить вам, как обстоит дело. Я сказал, что это наши обычные цены. — Но, как и всякий другой отель, Веллингтон имеет и особые цены. Возможно, что вы не подумали об этом, но ваше имя для нас очень много значит. — А-а-а! — вырвалось у Кэрри, которая начала, наконец, соображать, в чем дело. — Ну, конечно, репутация каждого отеля зависит от того, кто в нем живет. — Известная актриса, и он вежливо поклонился, а Кэрри зарделась, привлекает к отелю внимание и, хотя вы, быть может, мне не поверите, хороших постояльцев. — Так-так, — рассеянно пробормотала Кэрри, взвешивая в уме своеобразное предложение гостя. — Ну вот, — продолжал мистер Уизерс, вертя в руках мягкую шляпу и постукивая по полу носком лакированного ботинка, — мы хотели бы, чтобы вы переехали к нам. Цена не должна смущать вас. — Скажу больше, об этом не стоит даже говорить. На летнее время подойдет любая цена. Назовите сами цифру, которая не будет для вас обременительной. Кэрри хотела было прервать его, но мистер Уизерс, не дав ей вставить ни слова, продолжал, — вы можете зайти к нам сегодня или завтра, конечно, чем скорее, тем лучше, и мы предоставим вам на выбор наши лучшие комнаты с окнами на улицу. — Вы очень любезны, — ответила Кэрри, — я буду рада поселиться у вас, но я хотела бы платить что следует, я не желаю... — Пусть это вас не тревожит, — прервал ее мистер Уизерс, — этот вопрос, уверяю вас, мы сумеем разрешить так, что вы будете вполне довольны. — Три доллара в день. Не слишком много для вас? Ну вот, это и нас вполне удовлетворит. Вы будете вносить плату к Лерку в конце недели или в конце месяца, как вам удобнее, и будете получать от него расписку в том, что за комнату уплачено сполна по обычной цене. — Мистер Уизерс умолк, ожидая ответа. — Так вы зайдете взглянуть на комнаты? — добавил он, видя, что Кэрри колеблется. — Я с удовольствием зашла бы, но сегодня утром у меня репетиция, — ответила Кэрри. — Я не предлагаю вам идти сейчас же. Заходите, когда вам будет угодно. Может быть, сегодня во второй половине дня? — Хорошо, — согласилась Кэрри. Но вдруг она вспомнила про Лолу, которой не было дома. — Я совсем забыла, — сказала Кэрри. — У меня есть подруга, которая будет жить там, где живу я. — О, прекрасно! — любезно согласился Мистер Уизерс. — Вам предоставляется решать самой, с кем вы пожелаете жить. Мы устроим все так, как вам будет угодно. Он отвесил поклон и отступил к двери. — Итак, мы можем ожидать вас около четырех? — Да, — ответила Кэрри. — Я сам буду в отеле и покажу вам комнаты, — сказал Мистер Уизерс и вышел. После репетиции Кэрри рассказала об этом Лоле. — Они так и сказали, — воскликнула Лола, — по ее представлениям в Веллингтоне должно было быть несколько директоров. — Какая прелесть! Вот чудеса-то! — Такой роскошный отель! Мы там однажды обедали с двумя шикарными кавалерами, помнишь? — Да, помню, — ответила Кэрри. — Трудно даже представить себе что-нибудь лучше этого отеля. — Значит, мы сегодня сходим туда перед спектаклем, — сказала Кэрри. Мистер Уизерс предложил им три комнаты с ванной во втором этаже. Комнаты были отделаны в шоколадных и темно-красных тонах, ковры и портьеры были под цвет обоев. Три окна выходили на суетливый Бродвей, другие три — на боковую улицу. Номер состоял из двух очаровательных спален, где стояли кровати, белая эмаль с бронзой, такие же шифоньеры и белые стулья, отделанные оборками из лент, и гостиной, где был концертный рояль, массивная лампа с великолепным абажуром, письменный столик, несколько огромных мягких качалок, позолоченная шкатулка со всякими причудливыми мелочами и книжные полки. На стенах висели картины, на диванах были разбросаны подушки, на полу стояли скамеечки для ног, обитые коричневым плюшем. Такие комнаты обычно стоили сто долларов в неделю. «О, как чудесно!» — воскликнула Лола после того, как подруги обошли комнаты. «Да, здесь удобно», — сказала Кэрри и, приподняв кружевную занавеску, посмотрела на кишевший народом Бродвей. Ванная была светлая и просторная, стены выложены белым кафелем, ванная мраморная, с синим бордюром и никелированными кранами, большой, сверкающий зеркалами трильяж на стене и электрические бра в трех местах. «Вас это удовлетворяет?» — спросил мистер Уизерс. «Вполне», — ответила Кэрри. «В таком случае комнаты к вашим услугам, когда бы вы не пожелали переехать сюда. Перед вашим уходом мы передадим вам ключи». Кэрри обратила внимание на усланный коврами коридор, мраморный вестибюль и эффектную приемную. Только в мечтах она рисовала себе подобную красоту и уют. «Как ты думаешь, не переехать ли нам сразу?» — предложила она Лоли, улыбаясь при мысли об их скромной комнате на 17-й улице. «Ну, разумеется!» — сейчас же согласилась та. На следующий день их сундуки были отправлены на новую квартиру. Однажды в пятницу, когда Кэрри переодевалась после утреннего спектакля, к ней в уборную постучались. Она взглянула на поданную мальчиком карточку и даже вздрогнула от неожиданности. «Передайте, что я сейчас выйду!» — сказала она, снова посмотрев на карточку и тихо добавила «Миссис Вэнс». «Ах, выплутовка!» — воскликнула та при виде Кэрри, направлявшаяся к ней навстречу через пустую сцену. «Как же это случилось?» Кэрри весело рассмеялась. Ее бывшая приятельница не проявляла ни малейшего смущения. Можно было подумать, что только случайно они так долго не встречались. «Я и сама не знаю», — ответила Кэрри, снова почувствовав симпатию к этой красивой и, в сущности, доброй женщине. «Вы знаете, я увидела в воскресной газете ваш портрет и сразу узнала вас. Но ваш псевдоним совсем сбил меня с толку. Я решила, что это или вы, или женщина, удивительно похожая на вас. Пойду и узнаю, сама подумала я. Никогда в жизни я не была так изумлена. Ну, как же вы поживаете?» «Благодарю вас, хорошо», — ответила Кэрри. «А вы?» — спросила она. «Очень хорошо. Но, боже мой, какой успех, дорогая, какой успех! Газеты только о вас и пишут. Воображаю, как вы возгордились. Я почти боялась идти к вам». «Ах, что за вздор!» Кэрри даже покраснела. «Вы знаете, что я всегда рада вам». «Как бы то ни было, но я вас разыскала. Не поедете ли вы ко мне пообедать, где вы живете?» «В отеле Веллингтон», — ответила Кэрри. И в голосе ее невольно зазвучали горделивые нотки. «Вот как!» — воскликнула миссис Венс, на которую название отеля произвело должное впечатление. Миссис Венс тактично избегала справляться о Герцтвуде, о котором она не могла не подумать, находясь в обществе Кэрри. Она не сомневалась в том, что Кэрри ушла от него. Об этом нетрудно было догадаться. «Благодарю вас, но сегодня я, к сожалению, не могу», — отклонила Кэрри предложение приятельницы. «У меня очень мало времени. К половине восьмого я должна вернуться в театр. Но, может быть, вы пообедаете у меня?» «Я была бы очень рада, но никак не могу», — ответила миссис Венс, с жадностью разглядывая Кэрри. «Я дала слово, что буду дома в шесть часов». Быстро взглянув на крохотные золотые часики, приколотые у нее на груди, она добавила, — «мне пора. Когда же вы зайдете к нам, если вообще собираетесь нас навестить?» «Когда вам будет угодно», — сказала Кэрри. «В таком случае завтра, хорошо? Мы живем в отеле Чалси». «Опять переехали?» — со смехом воскликнула Кэрри. «Да, представьте себе, не могу больше полугода оставаться на одном месте. Так помните, я вас жду в половине шестого». «Хорошо, не забуду», — ответила Кэрри, долгим взглядом провожая приятельницу. У нее мелькнула мысль, что теперь она стоит на социальной лестнице не ниже этой женщины, а, пожалуй, даже и выше. Что-то в манерах и внимании миссис Венс подсказывала ей, что теперь она, Кэрри, может держаться покровительственно. Как и накануне, швейцар Казино подал Кэрри несколько писем. Началось это уже с первого спектакля. Кэрри заранее знала их содержание, любовные записки не были новостью для артисток. Кэрри вспомнила, что первое такое послание она получила еще девочкой в Колумбии-Сити. А с тех пор, как она стала выступать в кардебалете, ее не переставали умолять о свиданиях, и эти письма доставляли ей и Лоле, которая тоже их получала, минуты бурного веселья. Но теперь письма стали приходить пачками. Джентльмены, накопившие большие состояния, перечисляли все свои добродетели, не исключая экипажей и породистых лошадей. Одно такое письмо гласило. У меня миллион долларов чистоганом. Я мог бы окружить вас какой угодно роскошью. Вы ни в чем не знали бы отказа. Я говорю об этом не потому, что желаю хвастать деньгами, а потому, что я люблю вас и счел бы за счастье выполнять каждое ваше желание. Только любовь побуждает меня писать вам. Не согласитесь ли вы уделить мне полчаса, чтобы я мог лично высказать вам свои чувства? Те письма, которые Керри получала, пока жила с Лолой Осборн на 17-й улице, она прочитывала с большим интересом. Хотя, впрочем, без всякого восторга, чем те, которые начали поступать после ее переезда в роскошные апартаменты отеля Веллингтон. Но даже и тут ее тщеславие, или то сознание собственного достоинства, которое в более бурном своем проявлении называется тщеславием, не было настолько пресыщено, чтобы эти письма ей наскучили. Преклонение в любой форме никогда не приедалось, и было, конечно, приятно ей, но она прекрасно понимала разницу между своим прежним и нынешним положением. Раньше у нее не было славы и не было денег. Теперь пришло и то, и другое. Раньше она не знала преклонения, никто не предлагал ей своей любви. Теперь пришло и то, и другое. В чем же дело? Она улыбалась при мысли, что мужчины вдруг стали находить ее более привлекательной. Все это только делало ее более холодной и равнодушной. — Поди-ка сюда, — сказала она Лоли, — посмотри только, что пишет этот субъект. И, придавая голосу томность, она прочла, не согласитесь ли вы уделить мне полчаса, подумать только. — Ох, как мужчины глупы! Судя по письму, у него уйма денег, — заметила практичная Лола Осборн. — Они все этим хвастают, — возразила Кэрри. — Почему бы тебе не принять его? — продолжила Лола. — Отчего ж не послушать, что он хочет сказать? — Не желаю я таких встреч, — рассердилась Кэрри. — Очень мне он нужен. Я прекрасно знаю, что он хочет сказать. Лола уставилась на нее широко раскрытыми глазами, в которых плясали веселые огоньки. — Что же он укусит тебя? — воскликнула она. — Ты бы только позабавилась. Но Кэрри покачала головой. — И странное же ты право, — заметил маленький голубоглазый воин Рампы. Фортуна начала осыпать Кэрри своими дарами, Несмотря на то, что повышенного жалования она еще не получала, весь мир, казалось, рад был открыть ей неограниченный кредит. Не имея наличных денег, она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Эти великолепные комнаты в Веллингтоне, они достались ей чудом. Двери элегантных апартаментов, которые занимали супруги Вэнс в отеле Челси, всегда были для нее открыты. Мужчины посылали ей цветы и любовные письма, предлагали руку и сердце. И, однако, ее по-прежнему обуревали мечты. Она нетерпеливо дожидалась первой получки. Сто пятьдесят долларов! Сто пятьдесят долларов! Эта сумма казалась ей волшебным ключом, открывающим все двери сразу. Она заранее рисовала себе все, что купит на эти деньги. Ее воображение разыгралось беспредельно. Ей мерещились такие радости, каких никогда не было на земле. И, наконец, настал долгожданный день. Сто пятьдесят долларов были выплачены ей тремя ассигнациями по двадцати, шестью по десяти и шестью по пяти долларов. В общей сложности это составило довольно внушительную пачку, которую кассир передал ей с улыбкой. — Прошу вас, мисс Моденда, — сказал он, — сто пятьдесят долларов. — Благодарю вас, — ответила Кэрри. Следом за нею к кассиру подошла одна из незначительных актрис, и Кэрри услышала, как он совсем другим тоном, почти резко спросил, «Сколько получаете?» Совсем еще недавно она сама стояла вот так в очереди за своим скромным жалованием. Кэрри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда получала на сапожной фабрике четыре с половиной доллара, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Кэрри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь полуденного перерыва, чтобы наскоро проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в тысячу раз труднее, чем Кэрри ее сто пятьдесят долларов. О, теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным. Охваченная радостным трепетом, она почувствовала, что необходимо вернуться в отель пешком и подумать на свободе, что теперь делать. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, как только желания человека касаются области чувств. Едва Кэрри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. Сами по себе, как осязаемая и видимая вещь, которую можно ощупывать и рассматривать, они забавляли ее несколько дней. Но это скоро прошло. Отель почти ничего не стоил ей, туалетов у нее было достаточно, а между тем через несколько дней ей снова предстояло получить сто пятьдесят долларов. Однажды к ней явился театральный критик и попросил интервью. Это был автор тех легковесных фильетонов, которые сверкают хлестскими определениями, обнаруживают остроумие журналиста и глупость знаменитости, а в общем служат для забавы публики. Кэрри понравилась критику. Он громогласно заявил об этом, добавив, однако, что мисс Моденда, конечно, хороша, мила и весела, но ей просто повезло. Это больно задело Кэрри. Газета Гэролт, устраивая спектакль в пользу своего фонда для даровой раздачи льда неимущим семьям, удостоила ее приглашения выступить бесплатно в числе разных знаменитостей. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения, о предлагаемой вещи, и это тоже причиняло ей боль. Потом ей пришлось положить свои деньги для сохранности в банк, и, наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. Постепенно она начала думать, что в ее неудовлетворенности виновата летнее время. В городе не происходило ничего интересного, все спектакли были вроде того, в котором выступала она. Богачи Пятой авеню уехали, и их особняки были заколочены. Опустела и Мэдисон авеню. По Бродвее слонялись актеры в поисках ангажемента на следующий сезон. В городе все затихло. Вечера же у Керри были заняты работой. Все это рождало ощущение однообразия и скуки. «Не понимаю», — сказала она однажды Лоле, когда они сидели у окна и смотрели вниз на Бродвей. «Я чувствую себя такой одинокой». «А ты, Лола?» «Нет», — ответила Лола. «Во всяком случае, редко. Ты нигде не бываешь, вот в этом-то и беда». «А куда же я могу пойти?» — возразила Керри. «О, мало ли куда!» — воскликнула Лола, которая тотчас же мысленно представила себе множество развлечений в обществе веселых молодых людей. «Ты ни с кем не хочешь встречаться». «Я не хочу встречаться с людьми, которые пишут мне эти дурацкие письма», — ответила Керри. «Я знаю, что они собой представляют». «Не пойму я тебя, Керри», — сказала Лола, думая об успехе, выпавшем на долю подруги. «Ты не должна была бы скучать. Тысячи людей пожертвовали бы годами жизни, чтобы только быть на твоем месте». Керри долго молчала, глядя на проходившую мимо толпу. «Право не знаю», — пробормотала она. Керри начала уставать от праздности. Глава сорок пятая «Гримасы нищеты». Герцтвуд угрюмо сидел в дешевенькой гостинице, куда он перебрался с семьюдесятью долларами, все, что он выручил от продажи мебели, и, читая газеты, смотрел, как проходит жаркое лето и прохладная осень. Однако он далеко неравнодушно относился к тому, что деньги его тают. Платя в гостинице полдоллара в день, он, наконец, встревожился и переехал в еще более дешевое место, где с него брали за ночлег лишь тридцать пять центов. Теперь его денег могло хватить на более продолжительный срок. Об успехах Керри он часто читал в газетах. Ее портрет раза два появился в газете «Ворлд», а из старого номера Гералда, случайно найденного в гостинице, он узнал о том, что мисс Керри Маденда в числе других знаменитостей сцены принимала участие в одном благотворительном спектакле. Все это вызывало у него сметенные чувства. С каждой газетной заметкой Керри, казалось, отходил от него все дальше и дальше в мир, рисовавшийся Герцтвуду все более великолепным и недоступным. Он видел на афишах изображение Керри, такой скромный и нежный в костюме квакерши, и не раз останавливался и мрачно всматривался в ее красивое лицо. Одежда Герцтвуда совсем обветшала, и весь его облик представлял разительный контраст с той Керри, какой, по его представлениям, она должна была быть теперь. Пока Керри работала в казино, Герцтвуд, как ни странно, сам того не замечая, находил в этом утешение. Он не ощущал полного одиночества, хотя ему никогда и в голову не приходило искать встречи с нею. Прошел месяц-другой, а Керри все выступала в том же театре. Герцтвуд привык к этому и думал, что так будет продолжаться всегда. Но в сентябре труппа отправилась в турне, и Герцтвуд не заметил этого. Когда у него осталось всего 20 долларов, он переселился в ночлежный дом на Бауэри, где за 15 центов постояльцам предоставлялась большая общая комната со столами, скамьями и стульями. Здесь Герцтвуд сидел часами и, закрыв глаза, грезил обылом. Постепенно это вошло у него в привычку. Вначале это не было похоже на забытье. Он только прислушивался к отзвукам дней, проведенных в Чикаго, и чем безрадостнее становилась действительность, тем ярче и рельефнее выступало перед ним прошлое. И Герцтвуд не сознавал, до какой степени укоренилась в нем привычка грезить наяву, пока он однажды не заговорил вслух, обращаясь к одному из своих бывших приятелей. Ему представилось, что он стоит в роскошном баре Фитцжеральд и мой у дверей своего элегантного маленького кабинета и беседует с мистером Моррисоном о ценах на земельные участки в южной части Чикаго, в которые его собеседник собирался вложить большие деньги. «Что вы скажете, если я вам предложу войти со мной в компанию?» — раздался у него в ушах голос Моррисона. И Герцтвуд вслух произнес. «Нет, не могу, у меня все деньги вложены в дело». Движение губ заставило его очнуться. Неужели он сам с собой разговаривал? Он имел случай убедиться, что это так, когда в другой раз услышал произнесенные им самим слова. «Почему же ты не прыгаешь, дурень?» — проговорил он. «Прыгай!» Это был забавный анекдот, который он часто рассказывал в компании актеров. Когда Герцтвуд очнулся от звука собственного голоса, он все еще улыбался. Какой-то старикашка рядом с ним беспокойно заерзал и укоризненно покосился на него. Герцтвуд мгновенно перестал смеяться, и ему стало стыдно. Чувствуя себя неловко, он поднялся со стула и вышел на улицу. Просматривая театральные рекламы в одной из вечерних газет, Герцтвуд вдруг заметил, что в казино идет уже другая пьеса. Он замер. Кэрри уехала? Он вспомнил, что лишь накануне видел афишу с ее изображением. Значит, это была старая афиша, которую еще не успели заклеить новыми? Как ни странно, но это открытие потрясло его. Он вынужден был признаться себе, что его жизнь как-то зависит от пребывания Кэрри в Нью-Йорке, и вот теперь ее нет. Как же это ускользнуло от него? Бог знает, когда она теперь вернется. Гонимый страхом, Герцтвуд вышел в грязный темноватый коридор, где его никто не видел, и пересчитал свои деньги. Оставалось всего десять долларов. Он недоумевал. Чем же, собственно, пробавляются все другие обитатели ночлежки? Судя по всему, они ничего не делают. Возможно, что они просят милостыню? Да, несомненно, это так и есть. Много серебряных монеток подал Герцтвуд таким же за свою жизнь. Он видел, как люди просят на улицах. Что ж, может быть, и ему удастся сколько-нибудь собрать таким путем? Однако эта мысль ужаснула его. Он оставался в ночлежке, пока дело не дошло до последних пятидесяти центов. Рассчитывая каждый цент и урезая себя в пище, Герцтвуд сильно отощал, и здоровье его пошатнулось. Прежняя полнота исчезла, и старый костюм висел на нем мешком. — Надо что-то предпринять, — решил он и отправился бродить по городу. Так прошел еще день, и у него осталось лишь двадцать центов. Этого ему не могло хватить даже на завтрак. Призвав на помощь все свое мужество, он направился к отелю Брэдвей Сентрал. Но, не доходя нескольких домов до отеля, Герцтвуд в нерешительности остановился. У подъезда, глядя на улицу, стоял величественный швейцар. Герцтвуд решил обратиться к нему и, быстро подойдя, остановился перед ним, прежде чем тот успел отвернуться. «Мой друг», — начал он, и в его голосе даже теперь прозвучала та снисходительность, с какой он привык обращаться к швейцарам. «Не найдется ли в отеле какой-нибудь работы для меня?» Швейцар невозмутимо глядел на него, не мешая ему говорить. «Я сейчас без работы и без денег, и мне во что бы то ни стало, нужно найти какое-нибудь занятие. Я не стану рассказывать вам, кем я был когда-то, но я был бы вам крайне обязан, если бы вы указали мне, как получить здесь работу, хотя бы на несколько дней». Швейцар все так же молча смотрел на него, стараясь придать своему лицу выражение полного безразличия, но, видя, что Герцтвуд собирается продолжать, он сказал, «Я ничего не могу, справьтесь в конторе». Как ни странно, услышав этот ответ, Герцтвуд потерял надежду. «Простите, я думал, что вы знаете», — сказал он. Но швейцар только сердито покачал головой. Он направился в контору отеля, где случайно оказался один из управляющих. Герцтвуд посмотрел ему прямо в глаза. «Не могли бы вы дать мне работу хотя бы на несколько дней? Я в таком положении, что мне надо немедленно за что-то браться». Холленый джентльмен посмотрел на него так, точно хотел сказать, «Да, судя по вашей внешности, вам можно поверить». «Я пришел сюда потому, — нервно говорил Герцтвуд, — что в свое время сам управлял большим делом. Меня постигла неудача. Впрочем, я не хочу говорить об этом. Я прошу дать мне какую-нибудь работу хотя бы на одну неделю». Управляющий заметил лихорадочный блеск в его глазах. «Каким делом вы управляли?» — спросил он. «Баром Фитцжеральда и Моя в Чикаго», — ответил Герцтвуд. «Я прослужил там пятнадцать лет». «Вот как?» — удивился управляющий. «Как же случилось, что вы ушли оттуда?» Слишком уж противоречило рассказу Герцтвуда его внешность. «По собственной глупости», — ответил он. «Но об этом не стоит теперь говорить. Если бы вы пожелали, вы могли бы проверить мои слова, но сейчас я остался без гроша, и, поверьте мне, сегодня еще ничего не ел». Управляющий отелем почувствовал некоторый интерес к этому человеку. Он не знал, куда бы мог его пристроить, но в то же время голос Герцтвуда звучал так искренне, что невольно рождалось желание помочь ему. «Позовите Олсона», — распорядился управляющий. Клерк позвонил и отправил мальчика за заведующим младшим персоналом. Тот не замедлил явиться. «Олсон», — обратился к нему управляющий отелем, — «не нашлось бы там, на кухне, какой-нибудь работы для этого человека. Мне хотелось бы помочь ему». «Право не знаю, сэр», — ответил Олсон. «У нас весь штат заполнен, но, если вам угодно, я постараюсь что-нибудь найти». «Хорошо, Олсон, отведите его на кухню и скажите, чтобы Уилсон прежде всего накормил его». «Слушаю, сэр», — сказал Олсон. Герцтвуд последовал за ним. Как только они вышли из конторы, манеры Олсона сразу изменились. «Черт его знает, что мы с ним будем делать», — проворчал он. Герцтвуд ничего не сказал. К таким мелким служащим он продолжал относиться с полным пренебрежением. «Дайте этому человеку поесть», — сказал Олсон повару, когда они очутились на кухне. Повар оглядел Герцтвуда с головы до ног и, очевидно, прочел в его глазах что-то, говорившее о лучших временах. «Присядь вот сюда», — вежливо предложил он. Так Герцтвуд обосновался в отеле «Бродвей Сентрул». Впрочем, ненадолго, ни по своему физическому, ни по своему душевному состоянию он не подходил для черной работы. Герцтвуд должен был помогать и стопнику. Кроме того, он делал все, что приходилось, колол дрова, перетаскивал тяжести. Швейцары и повара, и стопники, и клерки — все были начальством для него. К тому же его внешность не слишком располагала к себе. Он был молчалив и угрюм, и ему подсовывали самую неприятную работу. С упрямством и равнодушием отчаяния Герцтвуд, однако, все сносил. Он спал на чердаке отеля, ел, что ему давали, и старался сберечь те несколько долларов, которые он получал в конце каждой недели. Но состояние его здоровья было таково, что его сил не могло хватить надолго. Однажды в феврале его послали с каким-то поручением в контору крупной угольной компании. Улицы были покрыты густым слоем талого снега. Герцтвуд промочил ноги и вернулся, чувствуя усталость и недомогание во всем теле. На следующий день он был в крайне угнетенном состоянии и старался по возможности не двигаться, что, естественно, вызывало раздражение у тех, кто любит, чтобы другие были расторопны. После обеда потребовалось перетащить несколько ящиков, чтобы освободить место для новых припасов. Герцтвуду попался огромный ящик, который он никак не мог сдвинуть с места. — Ну что там еще? — крикнул швейцар. — Не можете справиться, что ли? Герцтвуд напрягал все силы, но в конце концов вынужден был бросить свои старания. — Нет, не могу, — слабо выговорил он. Швейцар пристально посмотрел на него и вдруг заметил, что Герцтвуд смертельно бледен. — Да не больны ли вы? — спросил он. — Кажется, болен, — ответил Герцтвуд. — Тогда вы лучше присядьте. Герцтвуд присел, но вскоре ему стало еще хуже. Он с трудом дотащился до своей койки на чердаке и пролежал там весь остаток дня. — Этот Уиллер болен, — доложил один из официантов дежурному ночному клерку. — А что с ним такое? Право не знаю, у него сильный жар, — добавил он. Состоявший при отеле врач осмотрел Герцтвуда и сразу заявил, — Скорее отправьте его в больницу, у него воспаление легких. Через три недели опасность миновала. Но только к началу мая силы Герцтвуда восстановились настолько, что его можно было выпустить. Тогда его выписали из больницы. Когда он снова вышел на весеннее солнышко, вид у него был самый жалкий. Куда делись, была я бодрость и живость бывшего управляющего баром. От прежней его представительности не осталось и следа. Бледное и схудалое лицо, синевато-белые руки, опущенные плечи. Ему дали на дорогу мелочи, посоветовали обратиться в благотворительные учреждения. Он возвратился в ночлежку на Бауэре, ломая голову над вопросом, как жить дальше. До нищенства оставался один шаг. — А что же делать? — думал он про себя. — Не умирать же мне с голоду. С первой просьбой о милостыне он обратился к хорошо одетому джентльмену, который только что вышел из парка Стиве Сант, и не спеша направился по солнечной второй авеню. Герцтвуд, сделав над собой огромное усилие, подошел к нему. — Не можете ли вы дать мне десять центов? — прямо приступил он к делу. — Я в таком положении, что вынужден просить. — Прохожий, почти не глядя на Герцтвуда, запустил руку в жилетный карман и достал монету. — Получите, — сказал он. — Очень вам благодарен, — пробормотал Герцтвуд, но прохожий больше не обращал на него внимания. Довольный своей удачей, но испытывая в то же время жгучий стыд, Герцтвуд решил продолжать, поставив себе целью собрать еще двадцать пять центов. Этого ему было бы вполне достаточно. Он брел по солнечной стороне, присматриваясь к пешеходам, но прошло немало времени, прежде чем он опять встретил человека, лицо которого внушило ему должную храбрость, однако прохожий ответил отказом. Это так потрясло Герцтвуда, что он целый час не решался снова попытать счастье. В третий раз ему повезло больше, он получил пять центов, и лишь после долгих усилий ему удалось собрать еще двадцать. На следующий день он принялся за то же занятие. Порой Герцтвуду везло, и ему кое-что подавали, но чаще он отталкивался на грубый отказ. В конце концов ему пришло в голову, что необходимо изучать физиономии прохожих, тогда можно по выражению лица определить тех, кто будет пощедрее. Конечно, останавливать людей на улице было не особенно приятно, тем более, что на глазах Герцтвуда одного нищего арестовали. Теперь его мучил страх, как бы и его не постигла та же участь. Но он продолжал бродить, смутно надеясь на что-то. Он испытал удовольствие, когда однажды утром снова увидел афишу, возвещавшую возвращение труппы, игравшей раньше в казино, и спектакль при участии мисс Кэдри Маденда. Герцтвуд часто думал о ней в последнее время. Каким она пользуется успехом? Сколько у нее должно быть денег? Однако только сейчас, после на редкость неудачного дня, он решился попросить у нее помощи. Он по-настоящему изголодался и лишь потому, наконец, сказал себе, «Пойду попрошу у нее. Она не откажет мне в нескольких долларах». Он отправился к театру-казино и несколько раз прошел мимо него взад и вперед, соображая, где может быть вход для актеров. Потом опустился на скамью в парке Брайант на расстоянии квартала от театра и стал ждать. «Не может быть, чтобы она отказала мне в небольшой помощи», — не переставал он твердить себе. Начиная с половины седьмого, Герцтвуд, как тень, маячил около входа в казино, стараясь слиться с толпой спешащих пешеходов и вместе с тем боясь упустить Кэрри. Он немного нервничал, ибо настал решительный час, но слабость и голод приглушали его нравственные муки. Наконец он увидел, что артисты постепенно начинают съезжаться, и его нервное напряжение возросло до крайности. Вдруг ему показалось, что приехала Кэрри. Герцтвуд бросился вперед, но убедился, что ошибся. «Ну, теперь уже недолго ждать», — подумал он. — Герцтвуд со страхом ожидал встречи с Кэрри, и в то же время боялся, как бы она не вошла в театр с какого-нибудь другого входа. Его желудок не переставал напоминать о себе тупой болью. Один за другим проходили перед ним сотни пешеходов, почти все хорошо одетые, почти все равнодушные. Мимо проезжали экипажи, в которых сидели дамы со своими спутниками. Приближался час вечерних увеселений. Вдруг к театру подкатил экипаж, и не успел Герцтвуд что-либо предпринять, как кучер соскочил с козел и распахнул дверцу. Две дамы выпорхнули оттуда и тотчас же скрылись в здании театра. Герцтвуду показалось, что он увидел Керри, но все произошло так неожиданно, и красивое видение исчезло так быстро, что он не был вполне уверен. Он подождал еще некоторое время, но так как ко входу для артистов больше никто не подъезжал, да и публика, видимо, вся уже собралась, он понял, что то была Керри. И больше ждать уже нет смысла. «Боже!» — пробормотал он, поспешно сворачивая с улицы, кишевшей более счастливыми людьми. «Ведь должен же я раздобыть чего-нибудь поесть!» В тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, необычная фигура каждый вечер неизменно появлялась на перекрестке 26-й улицы и Бродвея, где проходит также и 5-я авеню. В это время публика обычно начинает стекаться в театры, и на каждом шагу яркими огнями загораются электрические рекламы и афиши. Кэбы и кареты, сверкая желтыми глазами фонарей, катятся мимо. Парами и группами люди вливаются в густую толпу, которая движется сплошным потоком среди смеха и шуток. По 5-й авеню медленно шагают хорошо одетые джентльмены, какой-нибудь щеголь во фраке под руку со своей дамой, клубмены, переходящие из одного клуба в другой. На противоположной стороне улицы манящие огни ярко освещенных шикарных отелей, их кафе и бильярдные набиты довольными, нарядными, падкими до развлечений посетителями. Кругом ключом бьет ночная жизнь большого города, ищущего веселья на тысячу ладов. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, стал религиозен и поставил себе задачи помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных, которые уже знали о его деятельности. Некоторое время он стоял один, равнодушно взирая на ежеминутно меняющуюся вокруг картину. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Мальчишка, часто видевший этого человека на одном и том же месте, остановился поглазеть на него. Большинство прохожих не находили в нем ничего странного, кроме костюма, и принимали его за приезжего, который слоняется без дела, насвистывая удовольствие ради. Прошло полчаса, и отовсюду начали появляться какие-то таинственные фигуры. Там и сям, в движущейся толпе, можно было заметить бредущих без цели людей, которые с интересом проталкивались поближе. Какой-то оборванец перешел через улицу и как бы невзначай покосился на человека в плаще. Другой прошел по Пятой авеню до угла двадцать шестой улицы, огляделся и опять заковылял прочь. Два или три явных обитателя Бауэри показались на Пятой авеню со стороны Мэдисон-сквер, не отваживаясь идти дальше. А военный в плаще с капюшоном все шагал, насвистывая взад и вперед, и точно ничего не замечал. Часам к девяти шум вечернего города начал стихать. Отели уже не искрились весельем, да и воздух стал холоднее. Со всех сторон начали сползаться странные тени. Они прислушивались и приглядывались, видимо, не решаясь переступить черту некоего воображаемого круга. Было их около десятка. Но вот, вероятно, острее ощутив холод, кто-то выступил вперед. Вынурнув из сумрака двадцать шестой улицы, он пересек Бродвей, и, то и дело останавливаясь, обходным путем приблизился к человеку в плаще. В его движениях было что-то не то стыдливое, не то боязливое. Он до последнего мгновения делал вид, что у него и в мыслях нет останавливаться, и вдруг, подойдя к отставному военному, человек замер на месте. Капитан взглядом дал понять, что видит его. В этом и заключалось все его приветствие. Новоприбывший слегка окивнул и пробормотал что-то, походившее на просьбу. Капитан просто указал ему на край тротуара. «Становись сюда», — сказал он. Теперь чары были разрушены. Не успел капитан возобновить свою короткую безмолвную прогулку, как другие фигуры, шаркая по мостовой ногами, вышли вперед. Они и вовсе не приветствовали своего предводителя, а прямо присоединялись к первому пришельцу, сопя, спотыкаясь и переминаясь ноги на ногу. Холодно, черт возьми! Хорошо, что хоть зима кончилась. Пестрая компания выросла до десяти человек. Некоторые уже знали друг друга и вступили в беседу. Другие держались в стороне, не желая смешиваться с остальными и все же боясь, как бы их ни обошли. Эти были угрюмы, замкнуты и стояли ни на кого не глядя. Начались было громкие разговоры, но капитан решил, что людей собралось уже достаточно и, подойдя поближе, спросил. «Всем нужен ночлег, а?» В ответ шарка не усилилась и послышалось утвердительное бормотание. «Ну ладно, выстраивайтесь как следует, посмотрим, что удастся сделать. У меня самого нет ни цента». Бездомные выстроились неровной ломаной линией. Теперь при желании можно было хорошенько разглядеть каждого в отдельности. У одного, например, была деревянная нога. Поля шляпы у всех обвисли, брюки были рваные в заплатах, пиджаки изношенные и выцветшие. При ярком свете витрин у одних лица казались высохшими и мертвенно-бледными, у других на скулах багровели зловещие пятна. У большинства была дряблая кожа, под глазами висели мешки. Несколько пешеходов, привлеченные этим зрелищем, остановились. За ними подошли другие, и вскоре собралась целая толпа любопытных. Кто-то из бездомных заговорил. «Тихо!» — скомандовал капитан, водворяя молчание. Потом он обратился к толпе зрителей. «Видите ли, джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно, не могут же они лежать на улице. Мне нужно двенадцать центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне двенадцать центов?» Молчание. «Ну что ж, ребята, придется подождать, пока кто-нибудь не поможет нам. Двенадцать центов — не такие уж большие деньги, чтобы не нашлось охотника дать нам эту сумму». «Вот вам пятнадцать», — произнес какой-то молодой человек, глядя на отставного военного утомленными глазами. «Это все, что я могу дать. Очень хорошо. Выходите из шеренги», — распорядился капитан. Взяв за плечо первого в ряду бездомных, он отвел его в сторонку и поставил отдельно. Затем вернулся на свое прежнее место и начал снова. «У меня осталось три цента, джентльмены. Этих людей нужно устроить на ночлег. Тут их...» Он принялся считать один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать человек, джентльмены. «Девять центов, и у бездомного будет теплая постель. Я сам пойду с ними и позабочусь о том, чтобы все было как следует. Кто даст мне еще девять центов?» Кто-то из зрителей, на этот раз человек средних лет, подал ему пять центов. «У меня есть восемь центов!» продолжал капитан. «Еще четыре цента, и у следующего в очереди будет ночлег». «Джентльмены, что-то у нас вяло подвигается сегодня. У каждого из вас, наверное, есть постель, а как же быть с этими людьми?» «Держите», произнес кто-то из стоявших ближе к отставному военному и протянул ему монету. «Ну вот, теперь у меня есть на ночлег еще для двоих, да еще четыре цента лишних. Кто добавит восемь центов?» «Я добавлю», послышался чей-то голос. Проходя в этот вечер по шестой авеню, Герц тут случайно свернул на двадцать шестую улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порою, что он свалится от истощения. Моральное его состояние тоже было ужасно. Как ему теперь добраться до Керри? Раньше одиннадцатья спектакль не кончится, и если Керри приехала в экипаже, очевидно, она также и уедет. Придется остановить ее на улице в самой неприятной обстановке. Хуже всего, что он был обессилен голодом, а ему предстояло ждать еще целые сутки, так как у него не хватило бы духу снова попытать счастье в этот же день. У него не было пищи и не было ночлега. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных, но подумав сперва, что это какой-нибудь уличный проповедник или шарлатан, продающий патентованные снадобья, хотел было пройти мимо. Однако, пересекая улицу по направлению к парку на Мэдисон-сквер, он обратил внимание на отделившуюся от остальной толпы вереницу тех, кому уже был обеспечен ночлег. При ярком свете электрического фонаря Герцтвуд узнал своих людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Это зрелище заинтересовало его. Что бы такое могло это значить? Герцтвуд подошел ближе. Капитан снова и снова повторял свою просьбу, и Герцтвуд к великому своему изумлению и облегчению услыхал «Этим людям надо же где-то ночевать». Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герцтвуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Неподвижное стояние утомляет. Герцтвуд скоро измучился еще больше. Ему казалось, что он вот-вот упадет, и он устало переминался с ноги на ногу. Но, наконец, пришла его очередь. Кто-то уплатил за ночлег его соседа, и тот присоединился к группе счастливчиков. Теперь Герцтвуд стоял первым, и капитан уже просил для него. «Двенадцать центов, джентльмены, двенадцать центов дадут возможность этому человеку провести ночь в постели. Будь у него куда пойти, он не стоял бы здесь на холоде». Герцтвуд почувствовал, что к горлу его подкатил комок. Голод и слабость лишили его мужества. «Получите», сказал какой-то неизвестный и протянул капитану монету. Тот ласково положил руку на плечо бывшему управляющему баром и сказал, «Теперь перейдите вот туда». Герцтвуд вздохнул с облегчением. Очевидно, мир не так уж плох, если в нем встречаются добрые люди. Остальные оборванцы были, по-видимому, такого же мнения. «Этот капитан славный, малый, правда?» сказал стоявший впереди Герцтвуда низенький, сагбенный горем человек. Судя по его лицу, судьба избрала его мишенью своих наиболее злобных шуток. «Да», — безразличным тоном согласился Герцтвуд. «Ух», — вздохнул один из бездомных, выступая из ряда и оглядывая оставшихся. «Немало еще там, однако. Да, — подтвердил другой, — сегодня тут, пожалуй, набралось свыше сотни наших. «Смотрите-ка, вон на того, в Кебе!» — воскликнул третий. У тротуара остановился Кеб, и сидевший в нем джентльмен во фраке протянул капитану ассигнацию. Тот поблагодарил его и снова подошел к линии бездомных, вытягивавших шеи вслед отъезжавшему Кебу. Толпа любопытных благоговейно застыла, провожая глазами джентльмена с бриллиантовой булавкой на груди. «Это даст ночлег еще девяти», — сказал капитан, отсчитывая несколько бездомных. «Ну-ка, отойдите туда. Итак, осталось всего семеро, джентльмены. Мне нужно двенадцать центов». Деньги поступали медленно. Толпа начала редеть. Капитана теперь окружала лишь небольшая горсточка зевак. Пятая авеню опустела, на ней показывались только случайные экипажи или пешеходы. На Бродвее тоже становилось все меньше народу. Лишь изредка кто-нибудь, заметив маленькую группу, приостанавливался, подавал капитану монету и продолжал путь. Однако капитан по-прежнему был тверд и неутомим. Он продолжал говорить медленно, скупо, но с той же уверенностью в успехе, словно о неудаче не могло быть и речи. «Торопитесь, джентльмены! Я не могу оставаться здесь всю ночь! Эти люди устали и озябли! Дайте мне еще четыре цента!» Через некоторое время он совсем замолчал. Ему подавали деньги, и он с каждыми двенадцатью центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Потом он опять принимался шагать взад и вперед, глядя себе под ноги. Публика из театров разъехалась. Электрические рекламы погасли. Часы пробили одиннадцать. Прошло еще полчаса, и осталось лишь двое бездомных. «Поторопитесь, джентльмены!» воскликнул капитан, обращаясь к нескольким любопытным. «Восемнадцать центов обеспечат ночлег и этим двум! Восемнадцать центов! Шесть у меня есть!» «Дайте мне кто-нибудь восемнадцать центов! Помните, что мне самому предстоит еще идти пешком в Бруклин, а я должен сперва проводить этих людей и устроить их на ночлег! Восемнадцать центов!» Никто не отзывался. Капитан несколько минут ходил взад и вперед, опустив глаза и лишь время от времени повторяя «Джентльмены!» Восемнадцать центов! Казалось, эта ничтожная сумма может на долгое время оттянуть желанный конец. Герцтвуд едва стоял, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Но вот, наконец, на пятой авеню показалась дама в капоре и шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герцтвуд уныло смотрел на нее. Дама напоминала ему о Керри и о ее новой жизни и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги. Элегантный и учтивый подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», сказал он. «Благодарю вас», ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал, «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. «Сто тридцать семь человек», объявил он, «Ну, ребята, стройтесь, выправьте ряд вот здесь, теперь уже недолго, потерпите». Он встал во главе отряда и скомандовал «Вперед, марш!» Герцфуд двинулся вместе со всеми. Из вилистой линии направились они по пятой авеню, пересекли Мэдисон-сквер, свернули на двадцать третью улицу, потом пустились дальше по третьей авеню. Запоздалые пешеходы останавливались и провожали взглядом эту странную процессию. Полисмены на углах равнодушно глядели на них и кивали вожаку, которого они уже видели не раз. Отряд дошел до восьмой улицы, где находился ночлежный дом, по-видимому, запертый на ночь, однако там их ждали. Бездомные остались на темной улице, а капитан вошел внутрь для переговоров. Вскоре двери открылись и всем было предложено входить, не толкаясь. Кто-то пошел вперед и стал показывать свободные комнаты во избежание задержки. С трудом взбираясь по скрипучей лестнице, Герцтвуд обернулся и увидел капитана. Тот все стоял и смотрел, пока не вошел последний бездомный. Лишь тогда он плотнее завернулся в плащ и скрылся во мраке. «Долго я этого не выдержу», вслух произнес Герцтвуд, усаживаясь на койку в маленькой темной коморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду». Глава сорок шестая «Взбаламученные воды» Однажды вечером вскоре по возвращениям в Нью-Йорк, когда Керри кончала переодеваться после спектакля, она вдруг услышала какой-то шум за дверью, затем раздался знакомый голос. «Ничего, ничего, не беспокойтесь, мне нужно только повидать мисс Моденда. Вам придется послать ей вашу карточку, о, полно, вот возьмите». Полдоллара перешли из рук в руки и кто-то постучал в дверь. Керри подошла и отворила. «Ну-ну!» — воскликнул Друэ. «Вот это так! Как же ты поживаешь, Керри? Я сразу узнал тебя, как только увидел на сцене». Керри невольно попятилась, ожидая, что сейчас последует весьма неприятный разговор. «Неужели ты не хочешь поздороваться? Ну и прелесть же ты! Давай же поздороваемся!» Керри протянула Друэ руку и наградила его улыбкой, хотя бы за его бесконечное добродушие. Друэ стал несколько солиднее, но, в общем, изменился очень мало. такой же элегантный костюм, та же коренастая фигура, тоже розовое лицо. Этот субъект у дверей не хотел впускать, меня пришлось его подмазать. Я сразу догадался, что это ты. Какой великолепный спектакль, и как ты здорово справляешься с ролью! Впрочем, я знал, что это так будет. Я случайно проходил сегодня мимо вашего театра и решил зайти. Правда, я видел твое имя в программе, но не мог вспомнить, где я слышал его, пока не увидел тебя на сцене. И тогда меня вдруг осенило, черт возьми! У меня даже сердце заколотилось, когда я сообразил, что это и есть то имя, под которым ты выступала там, в Чикаго, ведь верно? Да, улыбаясь, подтвердила Керри, ошеломленная развязностью гостя. Я сразу узнал тебя, повторил Дрое, ну, рассказывай, как тебе жилось это время? Очень хорошо, ответила Керри. Она еще не могла прийти в себя от этой внезапной атаки. Ну, а ты как? спросила она. Я прекрасна, я теперь постоянно живу в Нью-Йорке. Ах, вот как, промолвила Керри. Да, вот уже полгода, как я здесь. Я заведую отделением нашей фирмы. Чудесно. Ну, скажи, пожалуйста, когда же ты поступила на сцену, полюбопытство у Дрое? Вот уже скоро три года. Неужели? А я впервые слышу об этом. Впрочем, я знал, что рано или поздно это случится. Помнишь, я говорил, что ты отлично играешь. Керри улыбнулась. Да, помню, согласилась она. Как ты, однако, похорошела, продолжал Дрое. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так изменился к лучшему. Ты как будто выше стала. Неужели? Что ж, возможно, что я немного выросла, согласилась Керри. Дрое посмотрел на ее платье, потом на волосы, на которых кокетливо сидела изящная шляпа, затем заглянул ей прямо в глаза, хотя Керри всячески избегала встречаться с ним взглядом. Было очевидно, что он надеется возобновить былую дружбу немедленно и на старых началах. Но, начал Дрое, видя, что Керри берется за сумочку и собирается уйти. Я хочу, чтобы ты сегодня поужинала со мной, хорошо? Меня тут ждет один приятель, и мы пойдем втроем. Нет, я не могу, ответила Керри, во всяком случае не сегодня. У меня завтра рано утром репетиция. О, к черту репетицию! Пойдем поужинаем, я постараюсь отделаться от приятеля, и мы с тобой поговорим по душам. Нет, нет, я не могу, стояла на своем Керри. Ты меня и не проси, я никогда не ужинаю так поздно. В таком случае мы просто побеседуем, не сдавался однако Друэ, только не сегодня, повторила Керри и покачала головой. Мы побеседуем в другой раз. Она заметила, что по лицу его скользнула тень. Друэ начал понимать, что обстоятельства изменились. Тогда Керри подумала, что человек, который когда-то любил ее, заслуживает, пожалуй, лучшего обращения. «Приходи завтра ко мне в отель», сказала она, стараясь смягчить свой отказ. «Ты пообедаешь у меня». Друэ просиял. «Хорошо», сказал он. «Где же ты теперь живешь?» «В отеле Уолдорф», ответила Керри, называя недавно построенный фешенебельный отель. «В какое время?» «Ну, скажем, в три». На следующий день Друэ явился. Но Керри без малейшей радости дожидалась его прихода, однако, видя его таким же сияющим и благодушным, как всегда, она отрешилась от своих опасений за исход этого обеда. Друэ по-прежнему много болтал. «Шикарно они здесь все устроили, а?» заметил он. «Да, неплохо», ответила Керри. Наивный эгоист, он сразу же пустился в подробное описание своей служебной карьеры. «Я в скором времени открою собственное дело», заявил Друэ, «я могу получить кредит на двести тысяч долларов». Керри слушала его, стараясь быть по возможности любезной и внимательной. «Скажи», спросил вдруг Друэ, «А куда же девался Герцтвуд?» Керри слегка покраснела. «Думаю, он где-нибудь здесь, в Нью-Йорке», ответила она, «впрочем, я его давно не видела». Друэ некоторое время сидел задумавшись и не произнося ни слова. Он не знал, играет ли бывший управляющий баром какую-нибудь роль в жизни Керри сейчас. Ее слова успокоили его, по-видимому, Керри, как и следовала по его мнению, отделалась от Герцтвуда. «Да», заметил он, «наконец, такой поступок нельзя назвать иначе, как непоправимой ошибкой». «Какой поступок?» спросила Керри, не догадываясь, что последует за этим. «О, ты прекрасно знаешь», ответил Друэ и сделал рукой жест, точно отстраняя всякие сомнения на этот счет. «Нет, я ничего не знаю», настаивала Керри, «объясни, пожалуйста, что ты хочешь сказать?» «Да та история в Чикаго». «Ну, помнишь, когда он уехал оттуда?» добавил Друэ. «Я право не знаю, о чем ты говоришь», недоумевала Керри. «Неужели этот человек мог так грубо намекать на ее бегство с Герцтвудом?» «Вот как!» недоверчиво протянул Друэ. «Разве ты не знаешь, что он прихватил с собой десять тысяч долларов, когда удирал из Чикаго?» «Что?» воскликнула Керри. «Ты хочешь сказать, что он украл десять тысяч долларов?» Теперь Друэ, в свою очередь, был озадачен. «Так ты этого не знала?» «Разумеется, нет», ответила Керри. «Я и понятия не имела об этом». «Хм...» «Забавно», произнес Друэ. «Но так оно и было, можешь не сомневаться, все газеты писали об этом». «Сколько, ты говоришь, он взял?» спросила Керри. «Десять тысяч долларов. Впрочем, я слыхал, что большую часть денег он потом отослал назад». Керри рассеянным взглядом смотрела на роскошный ковер. Все эти годы после ее вынужденного бегства из Чикаго предстали перед ней в новом свете. Ей вспомнились сотни мелочей, подтверждавших эту историю. Она невольно подумала, что Герцтвуд взял деньги только ради нее. Вместо ненависти рождалась мягкая жалость бедняга. Какой должно быть ужас все время жить под гнетом совершенного проступка. А Друэ, разгоряченный вкусным обедом и вином, придя в прекраснейшее настроение, воображал, что снова начинает завоевывать расположение Керри. Правда, она теперь высоко взлетела, но все-таки ему казалось, что он сумеет войти в ее жизнь. Ах, какая женщина, размышлял он, как она хороша, как элегантна и знаменита. Теперь в блеске сценической славы на фоне роскошной обстановки отеля Керри казалась ему еще более желанной, чем когда-либо. Помнишь, Керри, как ты волновалась, когда выступала в любительском спектакле, напомнил он ей. Керри улыбнулась. Ты так играла в тот вечер, никого лучше тебя, я на сцене не видел. Сентиментально вздохнул Друэ и слегка наклонился к ней. Я думал тогда, что мы с тобой великолепно уживемся. — Напрасно ты это говоришь, — довольно холодно заметила Керри. — Неужели ты не позволишь мне сказать себе «нет», — оборвала его Керри и встала, «к тому же мне пора собираться в театр, придется мне покинуть себя, пойдем». — О, еще минутку, — просил Друэ. — Нет, я не могу, Чарли, — мягко ответила Керри. Друэ очень неохотно встал из-за стола и проводил ее к лифту. На прощание он спросил «Когда я снова увижу тебя?» — О, как-нибудь увидимся, равнодушно отозвалась Керри. — Я пробуду здесь все лето, до свидания. Лифтер уже открыл дверцу. — До свидания, — откликнулся Друэ, провожая ее глазами, пока она, шурша платьем, входила в кабинку. Он печально спустился в вестибюль. Недоступность Керри разожгла его прежнюю страсть. Вся веселая роскошь отеля как будто говорила только о ней. Друэ считал, что она слишком сухо обошлась с ним. А голова Керри была занята совсем иными мыслями. В тот вечер она и прошла мимо поджидавшего ее возле казино Герцтвуда, не заметив его. На следующий вечер, подходя к театру, она столкнулась с ним лицом к лицу. Он ждал ее, еще более обессилевший, но исполненной решимости повидаться с нею, хотя бы для этого пришлось послать ей записку. И опять она не узнала Герцтвуда в этой жалкой оборванной фигуре. Она даже испугалась, увидев возле себя какого-то изголодавшегося нищего. «Керри», полушепотом произнес Герцтвуд, «я хотел бы сказать тебе несколько слов». Керри обернулась и тот час узнала его, и если в душе ее еще теплилось какое-то чувство к нему, то сейчас при виде этого человека оно мгновенно погасло, но она вспомнила, что говорил ей Друэ об украденных Герцтвудом деньгах. «Боже, это ты, Джордж?» воскликнула она. «Что с тобой?» «Я был болен», ответил он, «и только что вышел из больницы, ради Бога, дай мне немного денег». «Ну, конечно», ответила Керри, и губы ее задрожали, она с трудом сдерживала волнение. «Но что с тобой такое?» снова спросила она. Керри открыла сумочку и достала оттуда все содержимое, одну бумажку в пять и две по два доллара. «Я уже говорил себе, что был болен», сварливо повторил Герцтвуд, почти возмущаясь ее откровенной жалостью. Оказалось, что ему трудно принимать помощь из этих рук. «Возьми вот все, что у меня при себе», сказала Керри, «ладно», тихо отозвался Герцтвуд, «я тебе верну когда-нибудь». Керри стояла перед ним, а вокруг прохожие оборачивались и глядели на нее. И она, и Герцтвуд оба чувствовали, что привлекают к себе взоры любопытных. «Все-таки почему ты мне не скажешь, что с тобой?» снова спросила она, не зная, что делать, где ты живешь? «У меня есть комната в ночлежном доме», ответил он, «нет смысла рассказывать тебе об этом, все в порядке». Казалось, ее ласковые расспросы только озлобляли его. Он не мог простить Кэрри, что судьба настолько милостивее обошлась с ней. «Иди в театр», сказал он, «я тебе очень благодарен, но больше я никогда не буду беспокоить тебя». Кэрри хотела что-то сказать, но Герцтвуд повернулся и устало поплелся дальше. Это видение угнетало ее в продолжении многих дней, пока воспоминания о нем постепенно не стерлось. Друэ явился снова, но Кэрри даже не приняла его, его ухаживания казались ей совсем неуместными. «Меня нет дома», сказала она, доложившему о нем коридорному. Через некоторое время театр должен был отправиться на гастроли в Лондон. Второй летний сезон в Нью-Йорке не обещал больших барышей. «Не хотите ли сделать попытку покорить Лондон?» спросил ее однажды директор. «Может случиться как раз обратное?» ответила Кэрри. «Мы поедем в июне», сказал директор. Среди спешных приготовлений к отъезду Кэрри забыла о Герцтвуде. И он и Друэ оба остались в Нью-Йорке и лишь случайно узнали о ее отъезде. Друэ как-то снова зашел к ней и, услышав, что она уехала, издал возглас разочарования. Он долго стоял в вестибюле, нервно покусывая кончики усов, и, наконец, пришел к естественному выводу былого не вернуть. Не стоит она того, чтобы из-за нее огорчаться, решил он, но в глубине души чувствовал иное. Герц тут кое-как изворачивался все долгое лето и осень. Однажды он получил место швейцара в каком-то дансинге и прослужил там целый месяц. Потом снова начал нищенствовать, часто голодая и ночуя в парке на скамье. Несколько раз под давлением крайней нужды он обращался в благотворительные учреждения и получал там некоторую помощь. Зимою Керри вернулась в Нью-Йорк и выступала в новой пьесе, но Герц вот об этом не знал. Он несколько недель бродил по городу, прося милостыню, между тем, как над его головой электрические афиши возвещали о возвращении Керри Моденда. Друэ знал, что Керри вернулась, но больше не тревожил ее. В это время в Нью-Йорк вернулся Эмс. Он добился некоторого успеха у себя на Западе и теперь намеревался открыть лабораторию в Нью-Йорке. С Керри он, конечно, встретился у миссис Венс, но в этой встрече не было особой теплоты. Эмс думал, что Керри все еще связана брачными узами с Герцтвудом и только потом уже услышал об их разрыве. Не зная подробностей, он делал вид, что ни о чем не догадывается. Вместе с миссис Венс он посмотрел новую оперетту, в которой выступала Керри и после спектакля сказал, напрасно она играет комедии, мне кажется, она способна на большее. Как-то раз он снова случайно встретился с Керри у миссис Венс и у них завязалась дружеская беседа. Керри к своему удивлению уже не ощущала в себе прежнего горячего интереса к этому человеку. Несомненно, причина была в том, что когда-то он олицетворял для нее все, к чему она стремилась, но чего не имела, но она этого не сознавала. Успех внушил ей уверенность, что теперь она живет такой жизнью, которая заслуживает одобрения мистера Эмса, но ее маленькая раздутая газетами слава ничего не стоила в его глазах, он считал, что она могла добиться гораздо большего. В конце концов, вы так и не пошли в драму, спросил Эмс, вспомнив, что Керри интересовалась когда-то именно этим видом сценического искусства. Нет, ответила Керри, пока еще нет, добавила она, подчеркивая свои слова. Эмс посмотрел на нее так, что Керри без слов угадала его неодобрение, что побудило ее сказать, но я еще не оставила этой мысли. Надеюсь, сказал он, есть натуры, созданные для драмы, и вы принадлежите к их числу. Керри была изумлена тем, что он сумел так глубоко заглянуть ей в душу. Неужели он так хорошо понимает ее? Почему вы так думаете, спросила она? Потому что в вашем характере много задушевности, ответил Эмс. Керри улыбнулась и чуть-чуть покраснела. Этот человек был так простодушно откровенен с нею, и ей снова захотелось его дружбы. Перед ней забрежили прежние идеалы. Право не знаю, задумчиво произнесла она, чрезвычайно польщенная его словами. «Я видел вас на сцене», заметил Эмс. «Вы играете очень хорошо. Я рада, что вам понравилось». «Очень хорошо», повторил Эмс. «Для опереты, конечно», добавил он. Больше они на эту тему не говорили, так как их беседа была кем-то прервана. Но вскоре они встретились снова. Эмс сидел после обеда в углу комнаты, уставясь в пол, когда Кэрри вошла с какой-то другой гостьей. Годы напряженного труда наложили на его лицо печать усталости. Кэрри и сама не знала, что так нравилось ей в этом лице. «Почему вы уединились?» спросила она. «Слушаю музыку». «Я вас на минутку покину», сказала спутница Кэрри, не видевшая в молодом изобретателе ничего интересного. Эмс посмотрел настоявшую перед ним Кэрри. «Правда красивая мелодия?» спросил он, внимательно прислушиваясь. «Да, очень», ответила Кэрри, почувствовав теперь особую прелесть исполняемой вещи. «Присядьте», предложил Эмс и придвинул ей соседнее кресло. Они безмолвно слушали некоторое время, охваченные одинаковым чувством. Музыка, как и в былые дни, сильно действовала на Кэрри. «Не знаю, чем это объяснить», сказала Кэрри, пытаясь дать выход какому-то неизъяснимому томлению, сжимавшему ей грудь, «но под влиянием музыки у меня всегда возникает такое ощущение, точно мне хотелось бы, точно я...» «да, я вас понимаю», прервал ее Эмс и вдруг подумал о своеобразии этой натуры, способной так открыто выражать свои чувства. «Но грустить не надо», добавил он. Помолчав, он заговорил как будто о другом, но его слова удивительно совпадали с их общим настроением. «В мире много такого, чего нам хотелось бы достичь, но нельзя стремиться ко всему сразу, и что толку ломать руки из-за каждого несбывшегося желания?» Музыка прекратилась, и мистер Эмс встал словно для того, чтобы собраться с мыслями. «Почему вы не перейдете в хороший драматический театр?» спросил он. Эмс пристально смотрел на Керри, внимательно изучая ее лицо. Печаль в ее больших выразительных глазах и горькая складка в уголках рта свидетельствовали о необычайном драматическом таланте. Что-то в ней говорило Эмсу, что он дает ей правильный совет. «Возможно, я так и поступлю», ответила Керри. «Ваше место там», уверял Эмс. «Вы думаете?» «Да, я уверен». «Вряд ли вы это осознаете, но в вашем лице, особенно в глазах и в линии рта есть нечто такое, что наводит меня на подобные мысли». Керри трепетала от волнения, никогда еще о ней не говорили так серьезно. На миг ее покинуло чувство тоски и одиночества. В словах этого человека была не только похвала, но критика его была благожелательной и свидетельствовала об удивительной проницательности. «Да», задумчиво продолжал Эмс, «именно в ваших глазах и в линии рта». «Я помню, что, увидев вас впервые, я сразу обратил на это внимание. Мне показалось, что вы вот-вот расплачетесь». «Как странно», воскликнула Керри, чувствуя, как ее согревает радость. Ее сердце так жаждало моральной поддержки именно такой. «А потом я понял, что это ваше естественное выражение, и сегодня я снова присмотрелся к вашему лицу. В глазах у вас часто мелькает какая-то тень, она еще больше подчеркивает характер вашего лица. Очевидно, это нечто таится в самой глубине ваших глаз». Керри взволнованно смотрела ему в лицо. «Но вы, возможно, и не отдаете себе отчета в этом», добавил Эмс. Керри отвела глаза в сторону. Ей было лестно, что этот человек так говорит о ней, и хотелось быть достойной тех необыкновенных качеств, которые находил в ее чертах Эмс. Его слова открывали двери новым стремлением. Керри много думала об этом до их следующей встречи, которая произошла лишь спустя несколько недель, и опять их беседа показала ей, как далека ее жизнь от тех мечтаний, которые владели ею перед спектаклем в Чикаго, да и после долго не оставляли ее. Как случилось, что она утратила их? Я знаю, почему вы должны иметь успех, если получите драматическую роль, сказал Эмс. Я наблюдал за вами и... и... спросила Керри. Видите ли... Начал он так, будто был рад, что разгадал наконец трудную загадку, весь секрет в изумительной выразительности вашего лица. Примерно то же впечатление производит на нас трогательная песня или взволновавшая нас картина. Подобные вещи трогают душу, ибо удивительно точно отражают самые тонкие человеческие чувства. Керри смотрела на него, широко раскрыв глаза и не совсем понимая смысл его слов. Люди стараются как-то выразить себя, продолжал Эмс, но большинство из них не способны рассказать о своих переживаниях. Они надеются на других, на тех, у кого есть талант. Один выражает переживания этого большинства в музыке, другой в стихах, третий в драме. А некоторых природа наделяет таким выразительным лицом, что оно способно передать все многообразие человеческих переживаний. Вот так случилось и с вами. Эмс смотрел на Керри, стараясь взглядом передать свою мысль, и Керри поняла его, или, по крайней мере, поняла, что природа одарила ее лицом, которое может выражать человеческую тоску и душевные порывы. Она приняла это очень близко к сердцу. Но талант ваш налагает на вас трудные обязательства, продолжал Эмс. Вы получили подарок от судьбы, здесь нет вашей заслуги, я хочу сказать, что вы могли бы и не обладать этим даром, вы ничем не заплатили за него, но раз уж вы им обладаете, то должны как-то использовать его. «Как?» спросила Керри. «Я уже сказала вам, идите в драму, в вашем характере много тепла, у вас богатый мелодичный голос, создайте из этого что-нибудь ценное для других, только тогда вы не растратите своих способностей». Последнего Керри не поняла, но ей было ясно, что ее успех в оперетте малого стоит. Я вас не совсем понимаю, сказала она. Я хочу сказать вот что. Особенность вашей натуры отражена в ваших глазах, в линии рта и, конечно, в особом складе вашей души, но все это вы можете потерять, если отвернетесь от себя самой и будете жить лишь ради удовлетворения своих желаний. Глаза потускнеют, линия рта изменится, вы лишитесь сценического дарования. Вам, может быть, не верится, но это так. Природа уж позаботится об этом. Стремясь убедить Керри в правильности приводимых им доводов, Эмс вкладывал в тю душу свои слова, и речь его временами возвышалась до пафоса. Что-то в Керри вызывало в нем симпатию, ему хотелось расшевелить ее. — Я знаю, что вы правы, — рассеянно сказала Керри, чувствуя себя немного виноватой. — На вашем месте я переменил бы жанр, — продолжал Эмс. его слова были подобны камню, упавшему в тихую воду. Керри, покачиваясь в качалке, размышляла над ними несколько дней. — Едва ли я долго пробуду в оперетте, — как-то сказала она Лоли. — Почему? — удивилась та. — Я думаю, что могла бы добиться успеха и серьезной драме. — Что это пришло тебе в голову? — Не знаю, — ответила Керри, — я уже давно подумываю об этом. Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт, но она томилась от бездеятельности и тоски. Глава сорок седьмая Путь побежденных Эолова Арфа В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан, и Герцтвуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. На дверях миссии «Сестер милосердия» в кирпичном жилом доме на пятнадцатой улице висел простой деревянный ящик пожертвований. Надпись на этом ящике гласила, что всякий, кто обратится в миссию с просьбой о помощи, может получить в полдень бесплатный обед. Это в высшей степени скромное объявление на самом деле означало широкую благотворительную деятельность. В Нью-Йорке такое количество миссии и прочих благотворительных обществ, что люди, живущие в довольстве, обычно проходят мимо подобных объявлений, не замечая их. Стоя в утренние часы на углу шестой авеню и пятнадцатой улицы и не зная о деятельности миссии, можно было не обратить внимания на то, как от густой толпы, снующие на этом оживленном перекрестке, каждые несколько секунд отделяется какой-нибудь потрепанный всеми ветрами, тяжело волочащие ноги представитель человеческой породы с испитым лицом и в ветхой одежде. Чем холоднее день, тем раньше можно наблюдать эту картину. Ввиду недостатка места в миссии накормить одновременно можно было лишь двадцать пять или тридцать человек, остальные же вытягивались в длинный ряд снаружи и входили по очереди. Это зрелище, повторявшееся изо дня в день и из года в год, стало для жителей Нью-Йорка настолько привычным, что не возбуждало ни малейшего интереса. Бедняки ждали терпеливо даже в самую холодную погоду, ждали несколько часов, чтобы их впустили. Здесь не задавали никаких вопросов и не оказывали никаких услуг. Пришедшие ели и уходили. Многие из них появлялись здесь каждый день в течение всей зимы. В дверях стояла рослая Матрона, следившая за очередью и отсчитывавшая тех, кого можно было пропустить. Люди продвигались вперед в строгом порядке, никто не торопился и не суетился. Это было похоже нашествие немых. Людей, ожидающих обеда, можно было застать здесь в самую лютую стужу. Под порывами ледяного ветра горемыки хлопали в ладоши и приплясывали. Их лица имели такой вид, точно их жестоко пощипал мороз. Присмотревшись к этим людям при ярком свете дня, можно было заметить, до чего они все похожи друг на друга. Они принадлежали к тем бездомным, которые коротают дни на садовых скамейках, а летом и ночуют там же. Они бывали в ночлежках на Бауэре и бродили по тем неказистым улицам восточной части города, где лохмотье и изможденное лицо никого не удивляют. Скверная еда, не вовремя и с жадностью поглощаемая, разрыхлила их кости и мышцы. Все они были бледны, дряблы, с ввалившимися лихорадочно блестевшими глазами, впалой грудью и болезненно красными губами. Их волосы были взгерошены, уши побелели, стоптанные башмаки потрескались. Это были люди беспомощно плывшие по течению, и каждая людская волна выбрасывала все новых, подобно тому, как буря выбрасывает на берег мелкие щепки. Уже почти четверть века в другой части города пекарь Флейшман давал булку каждому, кто приходил за ней в полночь к задней двери его магазина на углу Бродвея и десятой улицы. Каждую ночь в течение двадцати лет человек около трехсот выстраивались в очередь. В определенный час дверь открывалась, голодные, проходя мимо, брали из огромной корзины булку и скрывались во мраче ночи. Состав и число этих людей почти не менялись. Лица многих из них уже запомнились тем, кто из года в год наблюдал за этой процессией. Тут было двое таких, которые за пятнадцать лет не пропустили ни одной ночи и около сорока более или менее постоянных посетителей. Во время кризиса и необычайных трудностей в очереди редко собиралось более трехсот человек. Во время процветания, когда о безработных почти и не слыхали, у булочной выстраивалось такое же количество народу. Зимой и летом в бурю и в хорошую погоду приблизительно те же триста человек назначали друг другу печальные свидания у хлебной корзины флейшмана. Герствуд стал частным гостем в этих очередях. Однажды выдался особенно холодный день, и он долго и безрезультатно просил милостыню на улицах, а под конец отправился в приют сестер милосердия. Уже в одиннадцать часов туда приплелось несколько подобных ему бедняков. Ветер трепал их в ветхую одежду, придя пораньше, чтобы попасть в столовую первыми, они ждали, прислонившись к железным перилам перед зданием арсенала девятого полка, выходящим на пятнадцатую улицу. До открытия оставался еще целый час, и голодные держались на некотором расстоянии от входа, но, так как прибывали все новые, те, кто пришел раньше, желая закрепить за собой право первенства, начали придвигаться ближе к двери. К этому сборищу Герцвуд присоединился со стороны седьмой авеню и стал возле самых дверей. Те, кто явился до него, подошли ближе и своим поведением, не произнося ни слова, дали ему понять, что они первые. Получив отпор, Герцвуд угрюмо оглядел очередь и пошел занимать место в самом хвосте. Когда порядок был восстановлен, чувство враждебности рассеялось. «Должно быть двенадцать уже скоро», спросил один. «Наверное», ответил другой, «я жду тут больше часу». «Черт возьми, холодно». Они жадно смотрели на дверь, в которую все должны были скоро войти. Вот подъехал бокалейщик и внес в дом корзины со съестными припасами. Это вызвало несколько ленивых замечаний насчет цен на продукты. Мясо дорожает, заметил кто-то. А случись война, что было бы? Очередь все росла. Набралось уже больше пятидесяти человек, и стоявшие впереди явно были довольны, что им не придется ждать так долго, как другим. Они оборачивались, пытаясь разглядеть конец очереди. Неважно, какой ты по счету, лишь бы попасть в число двадцати пяти, пояснил Герцтвуду один из этих счастливцев. Все входят вместе. М-м-м, пробормотал Герцтвуд, которого так безжалостно прогнали в конец очереди. «Единый земельный налог, вот что нужно», сказал другой, «без этого порядку не будет». Большинство бедняков стояли молча. Исхудалые, оборванные, они переступались ноги на ногу, посматривали на дверь и хлопали руками, чтобы немного согреться. Наконец дверь отворилась, и показалась рослая, полная сестра, она следила за порядком. Очередь поползла вперед, люди входили один за другим, пока не набралось двадцать пять человек. Тогда сестра протянула мощную руку, и очередь остановилась. Шесть человек оставалось на ступеньках, и среди них бывший управляющий баром. В ожидании обеда одни разговаривали, другие жаловались на свою горькую судьбу, а некоторые, как Герцтвуд, угрюм умолчали. Наконец впустили и его. Он поел, но ушел обозленный тем, что кусок хлеба доставался таким мучительным путем. Недели две спустя он стоял в полночной очереди у магазинов Лейшмана и терпеливо ждал выдачи хлеба. Это был неудачный для Герцтвуда день, но теперь он относился к своему положению философски. Когда ему не удавалось добыть чего-нибудь на ужин и его мучил голод, он мог прийти сюда. За несколько минут до двенадцати из магазина вынесли огромную корзину с хлебом и в полночь, минута в минуту, полный круглый булочник стал у дверей и крикнул «Подходи!» очередь тотчас двинулась вперед. Каждый брал булку и уходил. На этот раз Герцтвуд съел свой хлеб еще на ходу, пока еле волоча ноги брел по темным улицам к месту своего ночлега. Когда наступил январь, Герцтвуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. Несколько раз, когда судьба трепала его особенно жестоко, он уже подумывал, что пора положить всему конец. Но лишь только прояснялась погода или случалось раздобыть десять, а то и двадцать пять центов, настроение Герцтвуда менялось. Тогда он говорил себе, что еще поживет. Каждый день Герцтвуд поднимал брошенную кем-нибудь газету и просматривал ее, надеясь узнать что-нибудь о Кэрри. Но прошли лето и осень, а он все еще не нашел ее следов. Потом он стал замечать, что у него побаливают глаза. Боль быстро усиливалась, и он уже не пытался читать в полутемных комнатах ночлежки. Плохое питание расшатало весь его организм. Оставалось только одно — спать, когда была возможность найти пристанище. Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герцтвуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего, полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герцтвуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались подать ему, все от него отшатывались. — Не поможете ли вы мне, сэр? — сделал он последнюю попытку. — Я умираю с голоду. — А, ну, тебя, пошел прочь, ответил прохожий, стану я помогать всякому отребью. Герцтвуд засунул в карманы покрасневшие от холода руки, слезы выступили у него на глазах. — Это верно, сказал он себе, я теперь отребье. Когда-то я чего-то стоил, тогда у меня были деньги, что ж, пора это кончать. И с мыслью о смерти он направился к Бауэри. Сколько людей лишали себя жизни, думал он, стоит лишь открыть газ, и все кончено. Что мешает и мне так поступить? Ему вспомнился ночлежный дом, где за пятнадцать центов сдавались отдельные комнатки-клетушки с газовыми рожками. Казалось, они самой судьбой предназначены были для той цели, которую он поставил перед собой. Но вдруг Герцтвуд вспомнил, что у него нет пятнадцати центов. По дороге ему попался упитанный, чисто выбритый джентльмен, который только что вышел из парикмахерской. «Сэр, будьте так добры, подайте мне что-нибудь», обратился к нему Герцтвуд. Джентльмен оглядел его с головы до ног и стал рыться в кармане в поисках монетки в десять центов, но там оказались только монеты по пятнадцать центов. «Возьми», сказал он, «чтобы отделаться от попрошайки и проваливай». Герцтвуд задумчиво продолжал свой путь. Вид большой блестящей монеты доставил ему удовольствие. Он вспомнил, что с утра ничего не ел, а ночлег можно было найти и за десять центов. Мысль о смерти временно отступила на задний план. Лишь в те дни, когда он не встречал ничего, кроме оскорблений, смерть казалась ему заманчивой. Однажды в середине зимы ударили лютые морозы. Первый день был серый и холодный, на второй повалил снег. Герцтвуду не везло, ему удалось раздобыть только десять центов, которые он истратил на еду. Вечером он очутился на бульваре у шестьдесят седьмой улицы и оттуда повернул в сторону Бауэри. Днем какая-то непонятная жажда скитаний гнала Герцтвуда все вперед, и он так устал, что теперь едва волочил ноги, шаркая мокрыми подошвами. Он поднял воротник старого пиджака, на голове у него был какой-то потрескавшийся котелок, нахлобученный так низко, что оттопыривались красные уши, а руки он засунул глубоко в карманы. Надо сходить на Бродвей, почему-то решил он. Близ сорок второй улицы уже ярко пылали электрические рекламы. Толпы людей спешили в рестораны, сквозь ярко освещенные окна роскошных кафе видны были веселые компании, повсюду мчались экипажи и переполненные вагоны трамвая. Лучше бы ему, усталому и голодному, не приходить сюда. Слишком уж разителен был контраст. Даже в его затуманенной памяти встали видения лучших дней. К чему тянуть еще, пронеслось у него в голове, я, человек конченный, довольна. Люди оборачивались и дивились его необычайно жалкому и грязному виду. Полисмены провожали его взглядами, следя за тем, чтобы он не приставал к прохожим. Случайно и бессознательно он остановился у окна большого ресторана с ярко светящейся вывеской. За зеркальным стеклом виднелись пальмы, белоснежные скатерти, сверкающие серебро и хрусталь, и за столиками веселая толпа. Как не ослабел рассудок Герцтвуда, голод все же сильно давал себя знать, бедняга застыл на месте, бахрома его рваных брюк впитывала в себя грязь с панели. Ешьте, пробормотал он правильно, ешьте, другим не нужно. Затем его голос упал до шепота, и он пробормотал уже забыв то, о чем только что думал. Здорово холодно, дьявольски холодно. На углу Бродвея 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова Кэрри Моденда. Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герцтвуда. Он поднял глаза и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Кэрри была изображена во весь рост. Герцтвуд с минуту поглядел на афишу, шмыгая носом и передергивая плечом, как будто оно у него чесалось. Он был так измучен, что плохо соображал. Это ты, произнес он, наконец, обращаясь к изображению. Я был недостаточно хорош для тебя. Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. У нее денег сколько угодно, продолжал он. Пусть она и мне даст немного. Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался делать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил вход для артистов, вот что ему нужно. Он подошел к двери и открыл ее. Теперь чего, окликнул его швейцар. Герцвуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать, пошел вон отсюда. Я хочу видеть мисс Моденда, сказал Герцвуд. Вот как, насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. Убирайся-ка отсюда поскорей. Он снова подтолкнул Герцвуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. Я хочу видеть мисс Моденда, пытался он объяснить, пока его выталкивали. Я ничего, я... Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герцвуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал. Собака! Бессильно бронил сон, стяхивая снег с продранного рукава. Грубиян проклятый я... У меня когда-то такие, как ты, служили. Внезапно в нем вспыхнула бешеная злоба против Керри. Вспыхнула и тотчас погасла в хаосе сбивчивых мыслей. Она должна дать мне денег, чтобы я мог поесть, произнес он. Она обязана это сделать. С безнадежным видом поплелся он по Бродвею, плаксиво прося по дороге милостыню и каждый раз забывая, о чем он только что думал. Несколько дней спустя в студеный зимний вечер в ослабевшем мозгу Герцтвуда определилось твердое решение. Уже с четырех часов над городом стала сгущаться мрачная мгла ночи. Падал густой снег, колючий, хлещущий, подгоняемый быстрым ветром. Улицы на шесть дюймов покрылись холодным мягким ковром, который вскоре конские копыты и ноги пешеходов взбили в рыхлую бурую массу. На Бродвее шагали люди в теплых пальто и под зонтами. На Бауэре люди плелись с поднятыми воротниками, в шляпах надвинутых на уши. По первой из этих артерий города дельцы и приезжие спешили в уютные отели, по второй озябшие толпы двигались мимо грязных лавок, в глубине которых уже горели тусклые лампы. На трамвайных вагонах рано зажглись фонари, а обычный ляск и грохот колес ослаблялись приставшим к ним снегом. Весь город закутался в толстую белую мантию. А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах в отеле Уолдорф и читала «Отец Горио». Это произведение Бальзака рекомендовал ей Эмс. Роман был написан так сильно и рекомендация Эмса так много значила для нее, что Керри с огромным интересом поглощала страницу за страницей. Впервые она начала понимать, какой вздор она читала до сих пор. Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой Авеню. «Какая скверная погода!» обратилась она к Лоле. «Ужасная!» ответила маленькая Лола. «Надеюсь, что снегу навалит достаточно, тогда можно будет хоть на санях покататься». «Ох, Лола!» воскликнула Керри в памяти которой еще свежи были страдания отца Горио. «Ты только о пустяках и думаешь. А тебе не жалко тех, у кого нет ночлега в такую ночь?» «Конечно, жалко!» ответила Лола. «Но что я могу сделать? У меня и у самой ничего нет». Керри улыбнулась. «Тебя мало трогала бы чужая нужда, будь ты даже богата». «Ошибаешься», сказала Лола. «Но когда я была в нужде, мне никто ничем не помогал». «Это ужасно», снова сказала Керри, глядя из окна на разыгравшуюся метель. «Посмотри-ка на этого чудака», смеясь воскликнула Лола, указывая на поскользнувшегося прохожего. «Да че глупый вид у мужчин, когда они падают». «Придется сегодня ехать в театр в карете», задумчиво сказала Керри. В вестибюле отеля «Империэл» только что вошедший Чарльз Друэ стряхивал снег со своего элегантного теплого пальто. Скверная погода рано загнала его домой и одновременно вызвала в нем жажду таких развлечений, которые заставляют забыть о холоде и мраке. Хороший обед, общество интересной молодой женщины и кресло в театре. Вот все, в чем он нуждался. «Хелло, Гарри!» окликнул он молодого человека, сидевшего в одном из удобных мягких кресел. «Как живете?» «Ничего жаловаться не могу», ответил тот. «Какая дрянная погода! Что и говорить! Я вот сижу здесь и думаю, что присти!» «Пойдемте со мной», предложил Дрое. «Я вас познакомлю кое с кем, спасибо, скажете». «Кто же это?» «Двое девчонок, здесь поблизости, на сороковой улице, чудесно проведем время, вас-то мне и нужно». «Что ж, возьмем их с собой и поедем обедать», подхватил приятель Дрое. «Вот и отлично», согласился последний. «Подождите, я только схожу наверх и переоденусь». «Ладно, вы меня найдете в парикмахерской», сказал Гайдви, «пойду побреюсь». «Хорошо», отозвался Дрое и тотчас же направился к лифту, поскрипывая изящными ботинками. Мотылек по-прежнему порхал, не зная забот. В купе пульмановского вагона, мчавшегося сквозь метель к Нью-Йорку, сидели трое. Первый звонок к обеду возвестил официант вагона ресторана, проходя по коридору и сверкая белоснежным кителем. «Я больше не хочу играть», сказала черноволосая красавица, чей высокомерный вид был порожден богатством и капризным жестом отодвинула карты. «Может быть, пойдем обедать?» предложил ее молодой муж, одетый по последней моде. «Нет, есть мне еще не хочется», ответила жена, «но играть надоело». «Джессика», сказала ее мать, разодетая так, как только допускал ее возраст, «поправь булавку в галстуке, она все время выползает». Джессика поправила булавку и, проведя рукой по пышным волосам, взглянула на оправленные в бриллианты часики. Муж любовался ею, ибо красота всегда имеет над нами власть, как бы она не была холодна. «Ну, нам недолго еще терпеть такую погоду», сказал он, «через две недели мы будем в Риме». Миссис Герцтут улыбнулась, уютно устраиваясь в углу купе. Приятно сознавать себя тещей богатого молодого человека, состояние финансов которого она лично проверила. «А ты думаешь, что пароход отойдет вовремя?» спросила Джессика. «Такая погода не может помешать». «О, нет», успокоил ее муж, «для парохода это не имеет никакого значения». Мимо купе прошел светловолосый молодой человек, сынок какого-то банкира из Чикаго. Он давно уже приглядывался к надменной красавице, даже сейчас он не постеснялся пристально посмотреть на нее, и Джессика это отлично заметила. Искусно изображая равнодушие, она медленно повернула к окну свою прелестную головку, но это отнюдь не было вызвано скромностью присущей молодой жене, просто ее тщеславие было вполне удовлетворено. А в это время в одном из переулков, выходивших на Бауэри, перед грязным четырехэтажным зданием, чью некогда темно-желтую окраску сажи и дожди превратили в нечто неописуемое, стояла толпа бездомных, и среди них герцтвуд. Толпа нарастала постепенно, сначала перед запертой деревянной дверью топтались два-три человека в полинявших и мятых фетровых шляпах, не в меру широкие пиджаки отяжелели от талого снега, воротники были подняты, штаны с бахромой, больше похожие на мешки, свисали над огромными дырявыми башмаками. Они не делали попыток войти, и только грузно переступали с ноги на ногу, глубоко засунув руки в карманы и поглядывая то на прохожих, то на зажигавшиеся фонари. С каждой минутой очередь все возрастала. Тут были и седобородые старики с ввалившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнуренные болезнями, и люди средних лет. Полных не было вовсе. У одного лицо было совсем бескровное, у другого красное, как черпич. У того были худые сутулые плечи, этот ковылял на деревянной ноге, третий был живой скелет, на котором болталась одежда. Повсюду виднелись большие уши, распухшие носы, потрескавшиеся губы и налитые кровью глаза. Во всей этой массе ни одного нормального здорового лица, ни одной прямой фигуры, никого, чей взгляд не блуждал бы. Под напором ветра и мокрого снега они спотыкались, напирая друг на друга, мелькали отмороженные красные кулаки, у некоторых жалкое подобие шляпы, отнюдь не защищавшей посиневших ушей. Переминаясь ноги на ногу, эти люди раскачивались в каком-то жутком ритме. По мере того, как толпа возле двери росла, все чаще и чаще слышались ропот и брань, направленные против кого придется, будь они прокляты, хоть бы поторопились открыть. «Посмотри на фараона, не спускает с нас глаз!» «Может, они думают, что теперь лето?» «Лучше бы сидеть сейчас в Синг-Синге». Синг-Синг, тюрьма в штате Нью-Йорк. Внезапно налетел особенно сильный порыв холодного ветра, и бездомные сгрудились теснее. Толпа колыхалась, двигалась, толкалась. Тут не было ни злости, ни жалоб, ни угроз. Их мрачное терпеливое ожидание не облегчалось шуткой или чувством взаимного доброжелательства. Мимо проехала карета, в которой удобно откинувшись сидел какой-то джентльмен. Один из бедняков, стоявший у самой двери, обратил на него внимание остальных. Взгляните-ка на этого молодчика! «Ему-то не холодно», отозвался другой. «Эй, хэй, хэй!» закричал третий, хотя карета давно уже промчалась. Понемногу надвигалась ночь, прохожие спешили домой, торопливо проходили мимо клерки и продавщицы, проезжали переполненные трамваи, ярко горели газовые фонари, и в домах ровным красноватым светом засветились окна. Толпа несчастных голодных людей все еще стояла у двери. «Что ж, они никогда не откроют, что ли?» раздался чей-то хриплый голос. Это замечание, казалось, вновь пробудило у всех интерес к закрытой двери. Они глядели на нее совсем как собаки, которые скулят и царапают дверную ручку. Они ежились, моргали, и время от времени слышались то возглас, то грубая брань. Они все ждали, а снег, кружась все билым в лицо колючими хлопьями, скоплялся на старых шляпах и костлявых плечах. В центре толпы тепло человеческих тел и пар от дыхания растопляли снег, и вода капала с ободков шляп на озябшие носы. Но Герцтвуду не удалось пробраться в середину, и он, понурив голову и сгордовшись, стоял с краю. В фрамуге над дверью зажегся свет, толпа встрепенулась и заволновалась в ожидании. Наконец болты внутри заскрепели, и все насторожились. послышал шарканье ног, раздался оклик, эй вы, не напирать. Дверь открылась. В течение минуты в жутком животном молчании протискивались внутрь человеческие тела. Двигались мокрые шляпы, мокрые плечи, озябшая, рыхлая, хриплая, дышащая масса людей ползла между голыми стенами. Затем толпа исчезла, растворившись словно туман над водой. Было ровно шесть часов. На лицах всех прохожих было написано слово «обед», но здесь не было и помину об обеде. Ничего, кроме коек. Гирствод заплатил пятнадцать центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная, пыльная коморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. Откашлялся Гирствод и запер дверь на ключ. Он начал, не торопясь, раздеваться. Сняв рваный пиджак, он законопатил им большую щель под дверью. Жилет послужил для той же цели. Старый мокрый расстрескавшийся котелок он положил на стол, затем снял башмаки и прилег. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Гирствод встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь, потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, и газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Гирствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. Стоит ли продолжать? Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину. Наконец-то Кэрри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой и счетом в банке. Были у нее друзья, те, кого у нас принято называть этим словом, то есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одиноком. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. В жизни всегда встречаются натуры интеллектуальные и эмоциональные, личности рассуждающие и личности чувствующие. Из числа первых выходят люди действия, полководцы и государственные деятели, из числа вторых поэты и мечтатели, служители искусства. Как эоловы арфы откликаются на легчайшее дуновение ветра, так их фантазия отражает все изменения и колебания в мире идеального. Человечество еще не поняло мечтателя, как не поняло еще и сущности этого идеального. Для мечтателя законы и требования житейской морали слишком строги. Вечно прислушиваясь к зову красоты, чутко внимая взмаху ее далеких крыльев, он готов следовать за ней, пока в долгом пути ему не откажут ноги. Так вот прислушивалась и Керри, так и она мысленно шла за красотой, напевая в своей качалке. Надо помнить, что выбор того или иного решения в жизни она всегда делала бессознательно. Когда Чикаго впервые смутно обрисовался перед нею, ей казалось, что город сулит ей неизведанные радости и она инстинктивно поддавшись влечению своей натуры ухватилась за него. Люди изящно одетые, живущие в комфорте, казались ей счастливцами и потому ее потянуло к такой жизни. Чикаго и Нью-Йорк, Друэ и Герцтвуд, мир роскоши и мир сцены, все это были лишь эпизоды. Не к ним, а к той жизни, которую они, по ее мнению, олицетворяли, влекло ее. Время показало, что ее представления были ложны. О, путаница человеческой жизни! Как еще смутно понимаем мы многое! Вот Кэрри, совсем юная, бедная, неискушенная, полная эмоций, ей хочется всего, что есть приятного в жизни, но она наталкивается на глухую стену. Закон сказал бы, прельщайся, если хочешь, приятными вещами, но не приближайся к ним иначе, как честным путем. Приличие сказала бы, не добивайся житейских благ иначе, как честным трудом. Но если честный труд скудно оплачивается и изнуряет, если этот путь так длинен, что красоты никогда не достигнешь, только утомишь ноги и сердце, если тяга к красоте так сильна, что человек сходит с прямого пути и ищет дорогу, быстрее приводящую его к предмету мечтаний, кто первый бросит в него камень? Не злое начало, а жажда лучшего чаще всего направляет шаги сбившегося с пути. Не злое начало, доброта чаще всего соблазняет впечатлительную натуру, непривыкшую рассуждать. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала, теперь я вознеслась на высшую ступень. Когда-то Герцтвуд будто открывал перед ней лучший путь, и она думала, теперь я счастлива. Но мир холодно проходит мимо тех, кто не принимает участие в его безумствах, и она осталась одна. Ее кошелек был всегда открыт для всех, чья нужда была особенно остра. Гуляя по Бродвею, Керри больше не думала об элегантности тех, кого она встречала, и только если в их жизни было больше той гармонии и красоты, которые мерцали где-то далеко, тогда этим людям стоило завидовать. Друэ оставил ее в покое и больше не показывался. О смерти Герцтуда она даже не узнала. Черный пароход, медленно отошедший от пристани в конце двадцать седьмой улицы, в свой еженедельный рейс повез в числе многих других и его тело на кладбище Поттерсфилд, где хоронят безымянных. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только сущностью ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха, они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что, когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герцвуд в своей былой красе и славе все равно он уже не привестил бы Кэрри. Она узнала, что и его мирок, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Кэрри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь снова и снова, она, однако, еще ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты. Эмс указал ей следующий шаг, но когда она совершит его, нужно будет идти все дальше и дальше вперед, и вечно она будет видеть впереди сияние великой радости, озаряющие отдаленные вершины жизни. О, Кэрди, Кэрди, о, слепые влечения человеческого сердца. Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище, сверкнет ли красотою сельский уголок, обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд, сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни присыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать. мечтать.